Всех приветствую на нашей встрече Экспертно-аналитического клуба. Сегодня мы будем обсуждать новую волну репрессий, которая уже идет в Беларуси. И у нас сегодня большой ажиотаж к нашей встрече. Я до сих пор продолжаю еще получать запросы. В последний час я получил шесть запросов на участие в встрече. В общем, всем очень интересно. Еще раз, я это уже много раз повторял, повторю еще раз. Большая просьба всем нашим гостям, которые не являются спикерами, на время выключения спикеров выключить свои микрофоны. Вы можете это сделать слева внизу на своем компьютере. И после выступления спикеров все участники клуба смогут включить свои микрофоны и камеры и присоединиться к обсуждению. Наша встреча записывается. Мы ее планируем позже выложить в открытый доступ. Однако, напоминаю, что правило Chet & House Rule при этом никуда у нас не делось. Но применяется оно по предварительному уведомлению. Если вы хотите сказать что-либо, чтобы вы не хотите, чтобы попало в запись, или вы не хотите, чтобы это цитировалось с упоминанием вашего имени, пожалуйста, перед тем, как вы начинаете говорить, предупредите нас об этом. Мы поставим на паузу запись, и все остальные участники дискуссии будут предупреждены о том, что им эту реплику не стоит цитировать с упоминанием вашего имени. Вот такое вступление. Передаю слово моим сегодняшним, ты всегдашним самодораторам, Вадиму Можейку и Валерии Костюговой, и мы начинаем. Спасибо, Антон, за такую вводную. Действительно, сегодня очевидно большой спрос на эту дискуссию. И это тот случай, когда прогнозы об актуальности темы, придуманные заранее, они сбываются в полной мере, хотя, возможно, хотелось бы, чтобы она была чуть менее актуальна. Но, как есть, зато нам очень даже есть, что обсудить. Я представлю сегодня наших уважаемых спикеров. Стараюсь ограничиться какими-то основными стулованиями, потому что всех можно представлять долго и подробно. Наверное, начнем с того, кого мы вдоль всех ожидали. Это господин Александр Меленкевич, единый кандидат в президенты Беларуси от Объединенных Демократических Сил в 2006 году. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Также к нам сегодня присоединилась господина Анаис Марин, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси. Она также исследователь из Баршавского университета, ассоциейд фэллов, уже сегодня упомянутого в контексте правила, также с нами доктор Андрей Вардамадский, доктор социологии, основатель и директор лаборатории Новак. Доброго вечера. Добрый вечер всем. Также доктор политологии, директор института политичной сферы Андрей Козакевич. Привет, Андрей. Еще один доктор-доктор политических наук, руководитель Центра политического анализа и прогноза Варшава, Павел Усов. Павел, приветствую. И также Андрей Поротников, руководитель аналитического центра Беларуси Security Block. Привет. Сегодня постараемся использовать имя, имя, отчество или фамилию, потому что у нас сегодня три Андрея. Такое уж совпадение. Меня зовут Вадим Ажейко, я аналитик Беларусского института политических исследований. И передаю слово Валерии Костюговой, которая представляет портал «Наше мнение». Здравствуйте, рада всех видеть. Не буду ничего говорить долго, сразу передаю слово Андрею Породомацкому, чтобы он нам рассказал, как его представление о состоянии общества, о состоянии, возможно, номенклатуры после всего, что случилось, уже известное. И, ну, как он оценивает, вот этот, скажем, высокую политическую активность населения, каковы ему представляются ее предпосылки и устойчивость, что ли? Да. Спасибо. Спасибо за приглашение и за слово. Три вопроса, я так понимаю, прозвучало. Общество, вчерашние события, я так понимаю, Бабарико. Вы спрашивали про общество. Очень много было разговоров по поводу готовности белорусского общества протестным действием. На самом деле, острие вопроса сейчас в другой целевой группе. Я имею в виду номенклатуру. Именно, так сказать, состояние номенклатуры в значительной степени и, может быть, в большей, будет определять динамику событий. Как можно определить, вот что такое номенклатура сейчас белорусская? Я предлагаю следующую формулу. Медленная амбивалентность. Попытаюсь расшифровать. Медленная, потому что, я говорю в контексте ее потенциальной деконсолидации. Медленная, потому что система отстраивалась 26 лет. Полная стереотипизация сознания номенклатуры произошла. Мы помним, как это было, когда уходил Брежнев. И вот спрашивали, такой вопрос был, а кто теперь будет работать Брежневым? И это было после 18 лет, а не после 26. Поэтому процессы деконсолидации, которые, конечно же, идут, они идут очень медленно. 77% руководителей райисполкомов – это люди с сельскохозяйственным образованием. Вот Андрей из сферы. Я уточняю, какой из Андреев этим занимался. Что означает эта цифра? Эта цифра означает то, что эти люди на самом деле ментально и психологически близки Лукашенко. Это не просто, так сказать, какой-то функционал, функция в системе и так далее. Они психологически ему близки. И поэтому деконсолидация будет происходить медленно. С другой стороны, деконсолидация заключается в том, и я вижу, что есть много признаков этому. В первую очередь это сами кандидаты. Мы знаем хорошо, откуда они. Также идет сильный большой поток высказываний бывших. Я не буду перечислять эти фамилии. Дело в том, что то, что у бывшего на языке, то у нынешнего в голове. И это является индикатором. Несмотря на то, что нету каких-то собраний, организаций, заявлений и так далее. Вот эти признаки являются признаком того, что деконсолидация идет. Но с другой стороны, она медленная. И в этом заключается амбивалентность. Основной причиной вот этого, так сказать, медленности этого процесса является страх номенклатуры. Но это особый вид страха. Это не страх настоящего, а это страх перед будущим. Сущность которого заключается в том, что эти люди не видят своего места в другой, следующей будущей системе. И по мере того, как это видение будет прорастать, как бы это сказать, в массовое сознание номенклатуры, деконсолидация будет усиливаться. И поэтому, насколько кандидаты смогут показать, что они вполне вкусятся, так сказать, что они нормально будут функционировать с другими возможностями, как материальными, так и психологическими, когда им, дипломатически говоря, по-другому надо будет более достойно вести себя на совещании. По мере того, как это осознание и понимание будет погружаться, так сказать, осваиваться массовым сознанием номенклатуры, вот эта деконсолидация будет развиваться, которая, как я говорю, сталкивается с другим процессом. Близкие по духу, по психологическому, по ценностным ориентациям люди очень медленно это преодолевают. Более того, идет обратный процесс. Это консолидация группы, которая обладает одинаковой системой ценностей. И вот в какую сторону, так сказать, произойдет доминантное движение, так и будут развиваться события. Значит, это что касается... Да, кстати говоря, в качестве переломного индикатора можно считать выступление Сазонова, которое недавно произошло. Это классический номенклатурный человек, который вместе с тем сделал очень демократическое интервью, которое вот недавно было и прозвучало. Значит, это люди, которые уже понимают, что вписаться в будущее им можно. Он работает в маркетинге, занимается рекламной деятельностью и так далее. Значит, это вот эта часть, так сказать, номенклатуры. Но самый главный составной элемент – это силовики. И силовики – это тайна сия велика и есть. Как могло произойти так, что в народе, основной характеристикой которого является толерантность, могли сформироваться самые брутальные силовые структуры на всем постсоветском пространстве? Вот. Ну, это, наверное, Поротников на эту тему более подробно поговорить. Значит, пока с того кандидатами, как живут министры, бывшие министры за рубежом, какой у них уровень достатка, да, как они, так сказать, могут себя вести, ощущать, психологически чувствовать во время, так сказать, мероприятий, на совещаниях, он будет убедительным для нынешней номенклатуры. Это что касается первого пункта номенклатуры. Вчерашнее событие. Мы можем говорить сейчас о, так сказать, возрождении гражданского общества, да, реконструкция, которая началась в момент начала COVID-19, да, когда мы видели, что гражданское общество реагировало гораздо быстрее, чем государство, оказывало помощь, формировало какие-то фонды, денежные поступления, различные средства защиты и так далее. Этот процесс начался тогда, и он перетек сейчас в гражданско-предвыборную активность. Мы видели это вчера на, значит, на улицах Минска. Ну, я, так сказать, по видео это видел. Но все дело в том, что есть очень много уровней вот этой вот активности, да. Вербальная кухонная активность, значит, активность в рамках закона, прийти, подписаться и выразить, значит, свое противостояние. Краткосрочная активность, прийти, подписаться, может быть, еще раз прийти, и все, считать, что уже все сделано, я отдал свой долг. Долгосрочная, когда долго нужно демонстрировать мирно или даже, если угодно, так сказать, не работать и так далее. Сейчас идет процесс подъема по ступенькам этих возрастающих уровней активности. Нет, того не произошло, что произошло, значит, в Киеве, когда на следующий же день после того, как побили студентов, вышел миллион киевлян. Этого нет, никакого миллиона нет. Но можно констатировать о том, что процесс идет, и вилка здесь заключается в том, что будет происходить быстрее. Процесс нарастания, наполнение энергетическое, значит, психологическое наполнение этой активности, процесс протестный, либо приближение момента Че, да, о котором мы хорошо знаем. Но как бы там ни было, да, очень много есть моделей, структурно-когнитивная модель построения потенциальной, значит, протестной активности с учетом ряда факторов, там, ВВП, значит, дифференциация доходов, уровни участия и так далее, и так далее, там 7 параметров. Вот, но они дают такие результаты, которые выглядят следующим образом. С вероятностью в 0,7, значит, на Украине это произошло бы, а в Белоруссии это вероятность там 0,55. Ну и что? Понимаете? Вот. То есть наши инструменты несовершенны сейчас. Мы являемся средневековыми лекарями, которые в темных одеждах, в темной комнате размешивают, значит, темную жидкость и думают, что, так сказать, это и есть лекарство. Инструментальный технологический прорыв осуществила Кембридж-аналитика, которая смогла осуществить овертаргетизацию, дойти персонально до каждого человека, но у нас, значит, это пока что не работает. Главное, что... Можно сформула звучит следующим образом, что 9 числа ничего не закончится, поезд набрал слишком большую скорость, и этот поезд слишком тяжелый, и как бы остановки уже этого не будет. Однозначно мы можем констатировать процесс, результат предвидеть невозможно. Есть масса цифр на эту тему, сравнить, какие цифры были перед тунеядскими событиями, уровень готовности выйти и сейчас. Но есть разница между вербальным поведением во время социологической коммуникации и реальным поведением. Это, так сказать, не дает точного прогноза, кроме констатации факта движения по поднятию уровней, ступеней гражданской активности и, так сказать, факт наличия этого процесса. Ну и третий вопрос по Бабарико. Один из основных, это вопрос, который я понимаю, прозвучит, и я его, так сказать, задам, это вопрос Бабарико и Кремль. Так вот, мой ответ заключается в следующем. Это вопрос нерелевантный. Потому что... Его никто и не задает. Ну, он висит в воздухе. Значит, в структуре мотивации факт связи, либо не связи Бабарико с Кремлем или еще там с кем-то не играет никакого рояля. Сформировалась абсолютная доминанта, негативной мотивацией, да? Кто угодно, только не. Во всех учебниках пишут, что хорошая компания это позитивная программа. Так вот, в данном случае это такое исключение, которое является абсолютно ясным и, так сказать, легким случаем. Не нужно никакой позитивной программы, не нужны технологи, потому что власти сами являются лучшими антитехнологами. И то, что произошло в Гродно, да, задержание Тихановского, это спецоперация оппозиции либо Кремля по понижению рейтингов Лукашенко. Значит, независимо от того, связан он либо не связан, его входной рейтинг столь высок, что он может играть в свою игру, независимую от Кремля. Три этапа... Даже находясь в СИЗО КГД? Значит, то, что я говорю, это как бы в основном это касается вчерашнего дня, до утра вчерашнего дня, но идут инерционные процессы, структура мотивации не меняется. То есть голосование за него не связано, не имеет в своей мотивационной структуре значимого, такого значимого мотива, как связан он либо не связан. Вот в чем заключается ответ на этот вопрос. И три этапа существуют как бы связи или перехода к несвязи с, как говорится, как сейчас модно стало говорить со вчерашнего дня, с кукловодами. Первый этап я не хочу быть самостоятельной фигурой и не могу быть самостоятельной фигурой. Второй этап я хочу быть самостоятельной фигурой, но не могу быть таковой. И третий этап хочу быть и могу быть. Так вот, позиция и ситуация Бабарыка заключается в том, что его входной рейтинг столь высок, что он сходу может начинать свою игру. Какие бы у него возможно, потенциально не были кукловоды на предыдущем украине. Ну вот, так сказать, я попытался кратко обрисовать и ответить на те вопросы, которые прозвучали либо должны были прозвучать. Будем двигаться дальше по диспочке. Давайте двигаться. Спасибо. Понятно, что всегда в такие моменты, когда кого-то задерживают, кто-то в растерянности, кто-то выходит протестовать. И я бы, наверное, хотел спросить у Павловса, у Андрея Казакевича о том, какие, в принципе, в нынешней ситуации могут быть стратегии у альтернативных кандидатов в условиях вот таких начинающихся или нарастающих репрессий. Что, в принципе, могут делать как те структуры, чьи лидеры содержаны, так и те, чьи лидеры пока что на свободе? Если говорить о стратегиях, то, наверное, нужно сказать, что структур как таковых-то нет. Если мы говорим о, скажем, деятельности и активности Виктора Бабарико или Сергея Тихановской, Светланы Тихановской, эти движения или активность, она не структурирована. Она базируется исключительно на волонтерах, на активистах, которые пришли вот в короткий период сбора подписей или подготовки инициативных групп и не успели структурироваться, не успели организовать какую-то сеть, которая могла бы реализовывать какую-то стратегию. Более того, я, скорее всего, уверен и в том, что данные участники процесса не ожидали таких скорых репрессий, такой активной реакции властей, потому что сами не ожидали, наверное, и того, какую огромную поддержку и, прежде всего, визуальную поддержку они смогут получить и получили от граждан. То есть то, что мы имели и то, что мы наблюдали на протяжении месяца, было, наверное, позитивным шоком для кандидатов и для самого общества и негативным шоком для системы. Но, как всегда, у нас, к сожалению, бывает, просчитать все шаги, особенно то, как поведет себя система, не все смогли, и стратегии противодействия репрессий на сегодняшний день фактически нет. Есть надежда на то, что общество самоактивизируется, солидаризируется и, как мы наблюдали это вчера, будет проводить какие-то акции. То, если мы оценим структуру, контекст вчерашней акции в Минске, нужно еще учесть, что, чтобы им был какой-либо эффект, особенно в масштабах Беларуси, следовало бы активизировать население во всех больших городах. это было бы огромным ударом для системы, она не смогла бы противодействовать так активно, как она может противодействовать, если концентрация протестного потенциала будет происходить исключительно в Минске. Но опять, возвращаясь к Минску, если мы посмотрим на вчерашний день, то, конечно же, важную роль, своеобразную роль сыграли представители так называемой традиционной оппозиции, которую очень сильно критиковали, здесь она смогла все-таки выслать необходимые сигналы, в какой-то степени скоординировать действия, скоординировать призыв, хоть еще раз подчеркну, в целом заслуга, конечно, в том, что общество смогло солидаризироваться хотя бы на таком уровне в отношении того, что делает власти направлений изоляции или подрыва инициативных групп альтернативных кандидатов, как будет развиваться дальнейшее событие, но я думаю, что очевидно, что как только будет решен вопрос с Виктором Бабарико, то есть вопрос регистрации, нерегистрации, как только будет, скажем так, разобрана группа его инициативные в Минске в дело ступят репрессии в отношении тех оппозиционных активистов, лидеров, даже небольших структур, которые еще остались на свободе, то есть, к сожалению, их может ожидать судьба тех же блогеров и того же Павла Северинца, потому что, как сказал Андрей Вардамадский, поезд набрал скорость, его необходимо остановить, и чем дольше будут власти медлить с этой остановкой, тем больше скорости массы его будет, поэтому я думаю, что критической будет для всего белорусского общества следующая неделя. Спасибо. Павел, Андрей, который Андрей Казакевич, Андрей, ты с нами? Это вот, обычно не видим списку участников. Вадим, можно я перенаправлю вопрос Андрею Поротникову, потому что из сказанного вот какие возникают вопросы, которые как раз именно Андрей Поротников может быть скорее осветит. Первое, вот это инерция с двух сторон, то есть силового подавления политической активности и инерция самой политической активности и как показывает его опыт и мнение твое, Андрей, как это работает, то есть вот люди выходят, выходят и выходят, да, и это позволяет набирать инерцию или напротив она гаснет. Вот что я имею в виду. то есть вопрос в том, что если они будут выходить каждые там три дня например или пять дней и это зависит от чего от того задерживают или не задерживают еще какие-то факторы. Спасибо, Валерия. Я, наверное, отреагирую сначала на фразу профессора Вардамасского о том, что 77% руководителей райисполкомов у нас люди с сельхозобразованием и поэтому как бы это один из факторов консолидации системы. Надо понимать, что председатель райисполкома это не глава исполнительной власти района. Это директор района. В принципе, директор. А район это не административно-территориальная единица, а хозяйствующая единица. В 26 лет правления Александра Лукашенко прошла страшная деиндустриализация страны. Сотни предприятий были закрыты в основном в регионах. Поэтому то, что осталось там, это сельское хозяйство либо небольшие предприятия связанные с сельхозпереработкой. И в этом плане как раз таки наличие людей, которые что-то понимают в сельском хозяйстве, оно вполне закономерно, потому что еще раз повторюсь, они директора района. Что касается инерции, ну давайте вспомним 2011 год молчаливые эти хлопающие протесты. Я, честно говоря, сейчас не вижу революционной ситуации в стране, но это не значит, что она не может возникнуть, условно говоря, через месяц, через два или через три. Я бы даже сказал, что до выборов власти уверенно будут контролировать ситуацию за счет репрессивной машины. Они действительно боятся того, что если дать слабинуту с какого-то момента события и приток новых протестующих приобретет необратимый характер, и как сказал мне человек, который сейчас генерал-майор, тогда он был подполковником, а я был лейтенантом, когда я начинал службу. Если на улице выйдет 50 тысяч, мы их разгоним. Если на улице выйдет 100 тысяч, у нас с тобой будет новый работодатель. Так вот, основная задача это не допустить сейчас массового протеста. Потому что массовый протест будет очень сложно контролировать, и тем более будет сложно его подойти. В этом плане действия властей абсолютно, я бы сказал, адекватные их логики. И мы будем наблюдать как раз-таки ужесточение репрессивного давления, но не только и не столько на активистов, а в первую очередь на независимых СМИ. в большой части это давление оно будет скрыто от публики, то есть это будут разговоры, упор на то, что, ну вы же понимаете ситуацию, надо проявить держанность, а через два-три месяца все вернется как было. Но есть один фактор неизвестности, этот фактор неизвестности это позиция России. На самом деле это не вопрос того, выдвинут ли русские своего кандидата или кого-то они поддерживают. У них сейчас просто ключевая позиция. Им не надо делать ничего, кроме одной вещи, держать границу с Беларусью на замке. 3 июня только на участке границы Псковской области российскими пограничниками было задержано почти 30 беларусов. В ночь на сегодня 20 на участке управления погранслужбы ФСБ по Брянской области. Кто эти люди, зачем они ехали в Россию? Они туда ехали на заработки. Из-за закрытия границы в беларусские регионы вернулись сотню тысяч госарбайтов. Это мужчины в активном возрасте, но с ними есть одна маленькая проблема, у них очень мало денег. Эти деньги уже заканчиваются. И вот как раз таки фактор поведения Кремля в такой очень узкой сфере, он мне кажется для беларусских властей сейчас будет гораздо более определяющим, более важным. с точки зрения раскрутки этой репрессивной машины, чем способность гражданского общества или политическая оппозиция или альтернативных кандидатов мобилизовать своих сторонников на какие-то массовые акции. опять же мы видим, что эти акции пока что сосредоточены в мире. Соответственно, их достаточно легко контролировать и локализовать. Я ожидаю лично, что маховик репрессий будет нарастать вне зависимости от того, будет увеличиваться количество протестующих на улице или не будет выходить, или людей будет выходить меньше. Эти репрессии будут приобретать более широкий характер, то есть не только против политической активной части населения, но и против, условно говоря, тех, кто мог бы составить такую инфраструктуру этого протеста. Это и частный бизнес, кстати, для того, чтобы не вздумали давать денег, невозомнения о себе много, и СМИ государственные. И основная цель это превентивно запугать. Это не подавить текущую волну, она достаточно небольшая, давайте не будем преувеличивать. Винский гарнизон милиции это 9000 человек. 9000 человек и для того, чтобы, я не знаю, этот гарнизон парализовать, на улицах действительно должно быть 1050 как минимум. На сегодняшний день тот уровень репрессий, который мы наблюдаем, он носит профилактический характер и во многом связан с неизвестностью, непонятностью для властей позиции Кремля в будущем. Кремль молчит. Не на один важный вопрос, насколько можно судить по официальным заявлениям, белорусская сторона ответ не получила. Ну, как-то так. Спасибо, спасибо. Андрей, хотел узнать, Андрей Казакевич вернулся ли к нам на связь? Я не вижу Андрея, я не вижу Александра почему-то. Не знаю, почему. Они пока не отвечают. Не знаю, видите ли вы меня или нет, но у меня перегрелся компьютер, я сейчас попробую перевойти через телефон. Да, Валерия, вас мы видим. Да, видим. хорошо, Валерия, переписывайся с телефон, движемся тогда дальше. Я бы хотел тогда обратиться к вот шел у меня эхо, я бы хотел тогда обратиться к скажу Анаис Марин для того, чтобы в том числе обсудить, если мы понимаем, что наверное и не существует никакого коллективного запада, и тем более нет возможности от его лица говорить, но в принципе в таком случае просто послушать ваши наблюдения о том, как за границей ситуация в Беларуси видна, и каких действий от разных акторов вы ожидаете. Спасибо. Напомню, что он не входит в мои преброгативы указывать Западу, что делать, или есть. вы, сами следите и знаете, что очень много на самом деле публикуется и резолюции готовятся, но я, к сожалению, в данном формате не могу об этом комментировать. Расскажу немножко, готовила все-таки текст, тезиси, доклады, потому что это все-таки не мой родной язык. Как вам известно, мой мандат был учрежден в 2012 году по МИТСЯТВЕС после массовых нарушений, которые произошли 19 декабря 2010 года и в последующие месяцы. В данный момент, когда репрессия очевидно усиливается, мандат кажется особенно важен мне и многим людям. Между нами подчеркну, что я от сегодняшнего дня в отпуске от университета и утром отправила детей на дачу, значит, в ближайшие недели будут почти круглосуточно доступны и заняты задачами, которые стоят на повесках дня для мандата и их очень много. Мне очень заняты в эфире. Каждый год Совет по правам человека принимает резолюцию о положении в области прав человека и основных свобод в Беларуси и каждый год повторяет свою озабоченность по поводу положения, сожалеет по поводу отсутствия или неадекватности реакции правительства Беларуси по поводу нежелания власти признать мандат. Каждый год Совет повторяет те же самые призывы к правительству Беларуси по поводу соблюдения его международных обязательств в области прав человека и выполнения рекомендаций не только Совета, но и моих, но и спецзакладчика и других механизмов ООН. Это свидетельствует о том, что ООН и Совет по правам человека в частности всегда уделяли пристальное внимание тому, что происходило в Беларуси и такое внимание конечно растет. Ну, то есть ни одна страна на Евразийском континенте никогда не пользовалась такими пристальным вниманием и очевидность ситуация сейчас всех волнует, так что я не сомневаюсь, что резолюция будет продолжена, принята опять и мандат будет дальше существовать. Как вы знаете, внимание всегда было тесно связано с избирательными процессами. В своей резолюции принята 12 июля прошлого года Совет по правам человека опять рекомендовал Беларуси, цитирую, безотлагательно провести всеобъемлющую реформу избирательного законодателя и устранить давние системные недостатки, касающиеся правой основы и практики проведения выборов в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека АБСЕ и специального докладчика. Большинство этих рекомендаций до сих пор не выполнены. Почти все вообще не выполнены. Отсутствие существенных реформ означает, что правая и институциональная структура для проведения выборов по-прежнему благоприятствует практике, которая угрожает целостности избирательных процессов. Отсутствие у правительства заинтересованности в выполнении рекомендаций свидетельствует желание гарантировать пюрористические и транспарентные условия проведения выборов. меня, меня, конечно, волнует, что то, что пока неизвестно будут ли приехать в Беларусь наблюдатели, международные наблюдатели, в том числе от АБСЕ, и, конечно, это тоже будет иметь очень важное влияние на оценку и на процессы в ЦИАН. То есть, именно потому, что вот ничего не изменилось, я в ожидании нового избирательного цикла я выбрала в качестве тематического фокуса своего предыдущего доклада Генеральный Ассамблеон, который я представила в октябре в Нью-Йорке, тему нарушений прав человека в ходе избирательных процессов. Самые проблемные аспекты, которые я описала в докладе, то, что правовая институциональная среда остается враждебно по отношению к кинокомыслящим и необоснованно ограничивает гражданские и политические права. Диспропорциональные дискриминационные ограничения свободы мнения и их свободного выражения, свободы собраний, свободы ассоциаций, которые неоднократно отмечались в предыдущих докладах специального докладчика, негативно сказываются на гражданском обществе и легитимность власти. В соответствии с международными стандартами власть правительства может быть основана только на воле народа, выраженной в ходе подлинных, периодических и свободных выборов. Это согласно статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах. В ходе свободных выборов все лица, имеющие право голоса, имеют право быть зарегистрированными, голосовать и делать свой выбор без какого-либо давления или вмешательства. Свобода осознанного выбора означает, что избирателям должна быть предоставлена возможность самостоятельно формировать собственное мнение, свободное от насилия или угрозы насилия, принуждения, побуждения или какого-либо вмешательства. Нам всем известно, что эти права в Беларуси системы нарушаются почему-то давно. Патурализм, равно как и транспарентность на всех этапах избирательного процесса, чрезвычайно важны для предоставления избирателям реального выбора. Для того, чтобы выборы были справедливыми и беспристрастными, государства должны создать независимый избирательный орган. Такого органа Российской Беларуси... Извините. В Республике Беларуси НИМА. Государства обязаны обеспечивать право и возможность каждого гражданина участвовать в выборах либо в качестве избирателя, либо в качестве кандидата на условиях равенства. Ограничения права быть избранным должны основываться на объективных и обоснованных критериях, поскольку неизвестно, на данный момент как раз такие критерии не соблюдаются. для объективной оценки ситуации необходимо изучить положение в области основных свобод в тело, напоминая об универсальности и неделимости прав человека в избирательных процессах и принимание в внимание также в периоде до и после выборов. И поэтому мне, конечно, очень беспокоит ситуация, которая сейчас складывается. отмечаю тоже, что избиратели должны иметь возможность получать информацию о разных кандидатах и о программах и свободно выражать свою волю, об издавлении и что для этого люди должны в полной мере пользоваться основными свободными и они не должны бояться в процессе их осуществления и долгое время люди в Беларуси боятся. Видимо, они меньше боятся сейчас. Кандидаты тоже должны иметь возможность выдвигаться, проводить кампании и распространить свои программы, в том числе через средства массовой информации. Следует уважать, защищать и поддерживать независимость и многообразие таких субъектов. Однако я отмечаю, что журналисты и блогеры как раз составляют значительную часть арестованных людей в последние недели. Возможность получить информацию, открыто дискутировать, возражать и оспаривать различные точки зрения особенно важна во время выборов. И возможные ограничения должны отвечать конкретным условиям, которые предусмотрены в международном праве и считаются необходимыми либо для уважения прав и репутации других лиц, либо для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Это статья 19 международного пакта. В список легитимных причин не входит желание правящего президента дискредитировать своих соперников потенциальных, чтобы сам вечно оставаться во власть. Неоднократные и повторяющиеся нарушения этих свобод неизбежно окажут влияние на их реализацию в период выборов. Я об этом буду, конечно, дальше говорить в этом году не только в Совете. Такие нарушения, которые свидетельствуем уже до начала предвыборной кампании, представляют собой усиление уже существовавших ранее отрицательных тенденций. И я на это остановлюсь и буду готова ответить на вопрос, если хотите знать точнее, что мы делаем сейчас в Женеве, чтобы ответить как можно быстрее на происходящее. Спасибо, Анаис. Я думаю, еще будут вопросы. Я только хотел бы еще уточнить. Вы упоминали выполнение по поводу возможностей или невозможности прибытия наблюдателей в Беларусь. И действительно, из-за сложившейся бедемиологической обстановки есть, скажем так, риски, что, возможно, впервые за все эти последние годы выборы в Беларусь пройдут без, например, наблюдателей ОБСЕ. И в таком случае, соответственно, мы останемся в ситуации, когда, например, условно, в России наблюдатели СНГ скажут, что все хорошо, не будет альтернативного доклада. Как вы считаете, насколько отсутствие доклада наблюдателей ОБСЕ, присутствовавших в стране, насколько отсутствие такого доклада и наблюдения сможет в какой-то степени повлиять на международную реакцию на результат выборов? Ну, те, которые все равно были бы готовы признать выборы, они будут довольны тем, что нет доклада ОБСЕ. Я, поскольку мне известно, власти Беларуси не, ну, то есть избирательная комиссия пока не отправила официальные приглашения никому. И, то есть, они не, поскольку мне известно, не собираются, это либо они всех приглашают, либо никого. То есть, такой риск, что будет только те, которые как академик я называю зомби наблюдателей от СНГ и не будут наблюдателей от ОБСЕ, в принципе, такая ситуация не будет. Но это все пока неизвестно. И, опять же, даже если будет приглашение, все равно ситуация потом и логистически, и эпидемиологически будет, конечно, влиять на возможность правительств стран, членов ОБСЕ отправить своих наблюдателей. Конечно. Ну что, если можно просто кратко, то есть, все-таки представим, что в данном случае никакие наблюдатели не прибыли. Насколько эта ситуация помешает как-то оценить происходящее в стране? Насколько это будет связывать руки политикам? Или достаточно будет, например, вашего доклада или чего-то еще? Насколько это может исправить ситуацию, как вы считаете? Ну, значит, что все будут больше, чем обычно, надеяться на сотрудничество вот именно и домашних, то есть национальных наблюдателей, на их обязанностей, ну, то есть, не обязанностей, я по-польски с этим думаю. То есть, это все будет зависеть от них, короче, да, то есть, они будут единственные источники информации и поэтому надеются, что своевременно они получат от международного сообщества нужную поддержку, чтобы осуществить вот эту работу, потому что, конечно, без без наблюдения от международных наблюдателей это все очень сложно отценить. Ну, видите, меня тоже не пустят, да, уже полтора года я не могу поехать в Беларуси, но, видите, я все равно могу как-нибудь получить информацию, чтобы стараться объективно отценить ситуацию. Понятно, спасибо. На счет плеча опираться на плечо, то есть опираться на их оценку, так? Правильно расшифровалось с польского? Еще раз? На плечо, на спине? По плечо, если опираться на их оценку, то на них based on. Спасибо. Да, так это, Павел, но чтобы уточнить. Спасибо. А на Ис, я хотел бы уточнить, подключились ли у нас Андрей Козакевич, Смолин Ринкевич. Да, нет, пока что проблемы с интернетом и у Андрея, и у Александра, и я пытаюсь сейчас как-то что-то с этим делать. Да, я вижу новости, что в некоторых городах Беларуси есть перебои с мобильным интернетом провайдера А1, по крайней мере, поэтому, возможно, да, если они пользуются А1, возможно, проблемы в том числе и с интернетом. действительно. Хорошо, я бы тогда хотел, раз у нас идет не совсем по плану нашей дискуссии, я так понимаю, кстати, Валерия, ты с нами, или Валерия тоже не переподключилась? Я с вами, просто, к сожалению, не вижу всех вместе, как это было удобно на экране, а так только тех, кто выступает. Я понял, да. Что тогда, возможно, у тебя есть какие-то вопросы, или, может быть, мы используем еще вопрос из чата, я вижу в чате нам тоже кто-то... Используем из чата, к кому он? У нас... Сейчас тогда я... Я открою... А, вот я вижу... А, это Вадим Цогак написал вопрос в чате, вообще-то частный, как мне, сказать, в связи к своему тезке, Вадим, а, может быть, тогда включить микрофон и камеру, и тогда уже зачитать вслух свой вопрос, чтобы увидел не только я, а не только я за чат мол. Да, добрый день, спасибо, что даете возможность задать вопрос. У меня вот такой потенциальный вопрос, можно ли вообще предположить такой сценарий, когда все кандидаты могут отказаться от дальнейшего движения, ведь в данном случае это идет прямой вызов легитимности текущего президента, совершенно вне зависимости от того, какой результат будет по выборам, президента, если он останется один, то есть больше 50% или меньше, но в данном случае у него не будет спарринг-партнера, там, спойлеров и так далее. То есть, можно ли предположить, что кандидаты могут как-то договориться? Ну, это вопрос, наверное, по всем. всем, ну, не знаю, я могу сам начать, мы немножко обсуждали, это как раз вопрос предварительно, когда общались, я, например, не считаю, что сценарий сейчас реалистичен, потому что и кандидаты разные, и у них, очевидно, у всех разные интересы и стратегии, например, ну, даже не называя фамилии, но мне кажется, очевидно, что некоторые кандидаты ни в коем случае сами сниматься не будут, но мне даже кажется, здесь дело еще в том, что в условиях, когда Бабарико и Тихановский находятся за решеткой, независимо от того, что там будут делать зарегистрированные или не зарегистрированные кандидаты, это, в общем, совсем не обязательно повлияет на настроение людей, то есть даже, даже если Бабарико и Тихановский и Бабарико не зарегистрируют или если их там они вдруг запишут в СИЗО какие-нибудь обращения, что они не хотят зарегистрироваться, то никакие эти действия уже не изменят реакцию общества, но бы скорее по моему руководству с какими-то совсем другими мотивами и другим происходящим. Я бы тут дополнила вот чем тут говорила о чем Андрей Петрович, что популярность или высокий рейтинг Виктора Бабарико связан не только с его личностью, но и с какими-то другими факторами. И я бы как раз, если Андрей Петрович доступен, уточнила бы вопрос или кто-нибудь другой прокомментировал, насколько, как представляется вообще вот что. Вот это массовая поддержка, она ведь пока была нацелена только и исключительно на поддержку и активность. и не понимаю, можно ли, ну я просто не понимаю действительно, ее перенаправить прямо в противоположен направлении, то есть не на поддержку, а на голый, так сказать, протест, но отказ от от участия в выборах. Это первое. Второе. Может ли эта поддержка перетечь на Цепкало в том случае, если не регистрирует Бабарико, мне кажется, уже совершенно наиболее вероятным именно такое развитие событий, и что с ней будет делать Цепкало с этой поддержкой, пока он ведет себя совсем осторожно, и мы даже не можем примерно догадываться, то есть примет ли он ее и пойдет до конца, или он солидаризируется по нам подключаются другие участники. Да, Дрей Казакевич и Александр Белькевич тоже с нами. Только кратко дополню, что если не считать участников праймарис, которые вчера начинали акцию пикетами, но они подпись-то подавать не собираются, так вот в этой ситуации Цепкало кажется, был единственным из потенциальных кандидатов президента, который принял участие в шествиях по центру Минска. Так что, кажется, его осторожность как у всех несколько нарастается со временем в другую сторону. Можно ответить? Знаете, нет, давайте пока у нас Александр Владимирович, пусть он ответит хоть что-то. Да, хорошо, давайте, те, кто были проблемы с интернетом, к нам вернулись. Вадим Маленкевич, Вадим Казакевич. Андрей, вы с нами? Александр Владимирович, вы с нами? Да, я тут. Александр Владимирович, пожалуйста, расскажите, как вам все это видится? Вот такой широкий вопрос. Плохо видится. Мне не нравится, что репрессии на таком этапе и такие жесткие, мне страну жалко. Я там не о режиме думаю, он просто поступает глупо, неразумно. Так часто, когда страх доминирует, делаются капитальные ошибки. Может, советники плохие, может быть, устаревшее мышление, но страну ждут, очевидно, совершенно, если даже будут не жесткие репрессии, то относительная изоляция наверняка, и кроме того, там инвестиционный режим, особенно в условиях кризиса. Ну, то есть, я не знаю, так выглядит, как будто бы это уже агония режима. С одной стороны, мы противники режима, не хотим, чтобы он дальше жил. Но я, честно говоря, думал, что сейчас самое главное это акции солидарности. Это очень важно, потому что, к сожалению, мы не объединены. У нас нет таких координирующих центров ни в широких, ни в гражданском обществе, ни тем более среди партийных структур. Но есть интернет зато, и это все можно организовывать. А так, я думаю, что сейчас даже как-то не время оценивать, кто чей агент, кто чей, в какой стратегии участвует. Не это интересно. Нарушается жестоко права человека. Я связывался с коллегами, с которыми давно дружу, в Брюсселе, в Европарадаменте, в Еврокомиссии, спрашивал их мнение. С одной стороны, Европа, конечно, занята своими делами, это понятно. Беларусь еще дальше на периферию ушла, но от принципов, от ценностей Европейский Союз наверняка не откажется. И реакция однозначно будет, и я думаю, что это очень важно, потому что мы часто апеллируем, мы говорим, что вот нам бы хотелось идти к европейским ценностям, если Европа на это бы не среагировала, это был большой удар по нашим позициям, по перспективам Беларуси. Поэтому, конечно, я был вчера в шоке, я не ожидал, что власть начнет на этом этапе такие жестокие репрессии, но, очевидно, она себя плохо чувствует и знает результаты социологии. Александр Владимирович, а если мы спорили о возможных действиях в этом ошибке власти, о возможных действиях Варсоюза, а если говорить именно о политических акторах, о партиях, в первую очередь о претендентах на кандидаты, какая может быть вообще их стратегия, их действия? Потому что сейчас прозвучало мнение Павла Лусова и говорил о том, что нет никакой стратегии в ответ на репрессии, а как вам видится, исходя из вашего опыта, что вообще можно делать? Я думаю, что самый лучший способ это было бы всем сняться, но это нереально, это нереально, потому что ситуация такая разобщенности и нет общих стратегий, нет традиций совместных действий, каждый идет самостоятельно, хотя, может, разделяет близкие ценности. И, конечно, если бы все снялись и остался Алисин Анатолу Голшенко, это был бы такой жест доброй воли и колоссальная поддержка для Бабарыки, для Северинца и так дальше. А поскольку так не случится, то я думаю, что очень важно, чтобы как можно больше голосов было слышно в поддержку, и каждый использовал свои возможности для того, чтобы солидарность проявила Европа, Соединенные Штаты, это важно. Хотя рассчитывать в первую очередь надо на себя, а не на зарубежного дядю. И очень важно сегодня, чтобы в обществе не наступила депрессия, наоборот. Говорить о том, что перемены не бывают легкими, они идут сложно, и у нас тоже так будет. Просто, чтобы в обществе реакция была достаточно адекватной. Я на это надеюсь. Все-таки общество совершенно другое, чем оно было 10 лет назад или 14 лет назад. Это другая страна, одна из остальных стаж. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Да, ну что, тогда у нас Андрей Казакевич. Да. Хорошо. К сожалению, не слышал, о чем говорили другие. Может, вопрос какой будет или так? Ну, может быть, у тебя просто есть комментарии какие-то вот по всей этой ситуации. То есть снятие, вот как ты считаешь, ну, например, Александр Владимирович считает, что оно невозможно. Я как раз так не считаю. Я думаю, что в целом это, ну, как бы власть и создает предпосылки для такого решения не консалентированного каждого индивидуально, поскольку ну, она демонстрирует, что цена вообще политического участия, ну, в общем, непомерная, довольно, ну, очень высокая. И не исключено, что каждый из кандидатов подумает, ну, может, это не надо мне это все. Ну, да, я как раз таки тоже думаю, что, ну, фактически-то избирательная компания уже сорвана, да, все-таки были арестованы, выведены, скажем так, из игры два наиболее активных, популярных кандидатов, ну, по крайней мере, по тем, конечно же, не научным там, да, опросам и так далее, каким-то ощущениям, да, мы все все-таки их можем расценивать как лидеров, вот, они выведены из гонки, выведены, в общем-то, ну, так скажем, брутально, да, в общем-то, без предупреждений, там, ну, по крайней мере, публичных, вот, и в такой ситуации, конечно, ну, логично было бы делать какой-то вариант бойкота, ну, какой, ну, конечно, по-разному может быть, но вообще говоря, вот уже после всего этого участие в этих выборах, ну, смотрится как-то очень, очень странно там, да, вот, ну, я не знаю, могут ли все там прям сняться, да, но если там будет только Лукашенко и Конопадская, то я думаю, что это уже будет, как бы, очень хорошо, ну, в смысле, будет понятно, что это за выборы там, да, вот, потому что, ну, в целом, конечно, ситуация очень плохая, то есть я так же, вот, как и некоторые из тех, кто высказывался, не, ну, не ожидал, что будет так вот быстро все это и настолько жестко, настолько явно, причем, ну, понятно, что последствия будут, да, скажем, еще Тихановского, Европу, скажем, там и Соединенные Штаты могли простить, ну, там по разным причинам, там, да, и так далее, но Бабарико уже, думаю, ну, не смогут мнение заметить, да, то есть это уже, значит, такая, те или иные какие-то там меры, меры воздействия, конечно, посмотрим там, да, вот, опять же, в условиях, когда в стране нужны деньги, столько говоря, для того, чтобы будут привлекать там иностранные кредиты и прочее, 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 меняют правительство, в общем-то, с того, которое, наверное, было бы немножко проще бы найти деньги, да, на такое, ну, очень такой, такой странный немножко руководство. подожди, извини, я тебя перебью, чтобы уточнить, вот какой момент, когда ты говоришь, что вот если будет и останется одна Конопатская и Лукашенко в бюллетене, и будет понятно, что это за выборы, ты имеешь в виду, что шансов на самом деле никаких нет, и остается только показывать, что это за выборы. Ну, я вот, это очень такой политический вопрос, да, чтобы советовать, надо было бы еще знать полностью там capacity всех кандидатов, что можно делать, что нет, какой там внешний контекст, то есть, ну, реально очень сложно пока, да, все это оценивать, но в целом, как бы, ну, да, если власти так все ведут, то, кажется, наверное, надо играть на, на деле гетимизации, это было бы логично, да, этих выборов, в принципе, как процедуры, да, потому что, если, скажем, там даже пойдет Цепкало, условно говоря, да, и Лукашенко, то, ну, кто знает, может быть, Лукашенко тогда может и набрать какое-то большинство, или хотя бы сравнимое количество, и тогда какие-то там, скажем, действия во время выборов, сразу после выборов, они во многом теряют свою какую-то легитимность, какое-то свое значение, поэтому, ну, да, мне кажется, что как-то вот логичнее, да, как один из таких вариантов, который сейчас вот вырисовывается, это все-таки тогда уже всю процедуру максимально, скажем, вот, обозначать в качестве такой нелегитимной, потому что, ну, все-таки двух наиболее, как бы перспективных, условно говоря, да, оппонентов вывели из игры, вывели, в общем-то, достаточно брутально, то, ну, я не знаю, то есть, как уже, даже если серьезно относиться к этой процедуре, да, что могут там посчитать, могут там как-то учесть мнение, то вот уже после таких действий, то даже это как-то вот уже не играет, да, потому что, ну, как, вот здесь вот выборы там, да, Лукашенко-Конопадский, ну, так я думаю, Лукашенко и победит, ну, если вот другого не будет, даже, даже чисто-чисто, а? И победит, вот в условии остается Лукашенко-Конопадский, Лукашенко-Черечи, Лукашенко-Дмитриев, ну, неважно, да, и вот он победил, и что? Ну, это же будет все-таки гораздо лучше, ну, в смысле, для того, чтобы удержаться, да, то есть, чтобы, скажем так, система сохранилась, да, потому что каких-то оснований юридических, ну, как бы, конечно, наверное, в любом случае юридических не будет, да, но массовый такой вот, скажем, бойкот это, что ли, да, называть, или какое-то вот такое активное неучастие в этом, оно выйдет как-то более, мне кажется, эффективным все-таки, да, чем доведение до конца вот такого вот сценария, когда там будет, скажем, Цепкало Лукашенко, условно говоря, да, или Цепкало там, Конопадская Лукашенко. Понятно, спасибо. как-то так, хотя, опять же, как говорю, это вопрос такой, конечно, очень, очень неоднозначный. что тут говорить, конечно, но просто мне кажется, раз уж мы тут собрались, давайте обсуждать сложные вопросы. Ну, мне просто, на самом деле, как-то даже интереснее было понять вообще, что будет после, да, то есть, как, ну, скорее всего, там, ну, система два месяца как-то выдержит, да, то есть, нет тут таких каких-то вызовов, ну, не видно, да, чтобы были такие вызовы, да, но вот, что будет потом, вот это самое, такая... Я не верю в потом. Вот Александр Владимирович мог бы прокомментировать, мы тоже в шестом году все думали, что вот два месяца и все. Нет, так я наоборот говорю, нет, так я наоборот говорю, что нет проблемы дотянули до два месяца, да, а что будет потом, то есть, как бы вот... что будет потом? Люди потом будут просто беднее, и все, ничего потом не будет. Ну, как бы мне кажется, что беднее люди это одно, а если беднее будет, скажем, ну, условно говоря, номенклатура или элита, ну, могут быть другие вопросы, да. Если они будут пятеро богаче обставного населения, их будет это устраивать. Ну, если так получится, но, как правило, показывает, что вот когда пирог уменьшается, то и начинаются там всякие проблемы, да, тем более, вот давайте вот посмотрим, да, что по большому-то счету действующему руководству, президент, его проблема даже не в том, что у него там рейтинг низкий, да, проблема в том, что вот не ставятся никакие реальные ни цели, ни задачи, вот все весь этот год, да, никто не может объяснить вообще, что, куда будет стена двигаться. А это важно только не только для населения, да, а для той же самой элиты. Все понимают, что нужно привлекать деньги, да, но все последние вот месяцы делается все, ну, по крайней мере, месяц, да, полтора, делается все для того, чтобы это все ухудшить, да, чтобы этот пирог, он еще больше как-то сжался, да, с Европой там, с Западом могут быть плохие отношения, с Россией они уже плохие, а население злое, да, но вот, вот куда? И вот ответа реально, да, в отличие от шестого года и в отличие от любого другого периода, когда Лукашенко был, вот, властью, вел избирательную кампанию, никаких ответов на этот вопрос нет. Это, конечно, ну, вот, ну, не знаю, очень тревожно, это самый большой, мне кажется, вызов для, для этой власти, потому что предлежатся там месяц, полгода, там, год, ну, это все понятно, но есть такое ощущение, что на самом-то деле, да, вот, если раньше про этот транзит власти, да, разговор был такой, теоретический, ну, вот, типа, подготовим там какую-то конституцию, потом там через, там, четыре года, может быть, проведем референдум там, ну, и прочее, прочее, то вот все, все события этого года показывают, что, ну, вот его надо как-то этот транзит переводить в практическую плоскость, в ту или иную сторону, да, независимо от результата выборов, просто потому, что, ну, вот, как-то все более очевидно, что главный человек не справляется, с теми обязанностями, которые, которые остаются, и причем не справляется, не в смысле там, вот, как бы для населения, да, а даже, скажем, вот, непосредственно для самой системы, чтобы она была достаточно управляемая, достаточно накормленная, там, да, были поставлены какие-то задачи, было понятно, что там будет хотя бы через год, вот, и прочее, прочее, то есть, это, вот, как-то, ну, короче, вот так. Спасибо, Андрей, да. Я, честно говоря, не вижу немножко такого, насколько я понимаю, Лукашенко дает какое-то обещание, но, правда, он его, опять-таки, каждые выборы дает, обещание своим придворным, что, ну, и начиная там с местных, я просто вижу, как они, ну, буквально огораживаются от всего остального общества и претензий любых других, и, мне кажется, именно это он им и предлагает, то есть, преимущественные условия, и тем более, что после выборов, если все закончится так, как вот мы говорим, то есть, в лучшем случае, моральной победой, то, понятно, что следующий год просто будет перераспределение собственности и крупная компания экспортиации. Ну, я, может, еще тогда чуть-чуть, как бы, дополню к этой ситуации, да, в чем я вижу, как бы, вот, ну, какую-то проблему, да, которая наметилась вот в, в этом году, да, раньше все-таки, несмотря на то, что, конечно, режим там централизованный, персенсифицированный, так или иначе, какая-то коалиция там, да, то есть, вот, была, то есть, были там какие-то либералы, условно говоря, там, в правительстве и везде, были там силовики, ну, условно, опять же, такие, да, были там даже попытки как-то кооптировать оппозицию, там, ну, если там брать 16-19 год, ну, условную такую, да, и как-то вот играть вот на то, чтобы сделать какую-то более широкую такую коалицию, условно говоря, да, для, для вот этого, для этой системы, то вот здесь этот год, это постоянно сокращение, то есть, какие-то исключения вот из этой коалиции, даже с 19-го возьмем, да, когда эту оппозицию, там, эти два человека выкинули, да, и чем дальше, тем лучше. Не только всех вообще, кто, ведь, и ты же сам вот в Тишинконе писал, что и парламент перезаполит, да, с гораздо более реакционными взглядами. Да, там, в принципе, один и тот же спектр, такие, скажем, логиальными, но более реакционными. Причем левые, ну, такие вот коммунистические, такой вот близко к этому, да, плюс, ну, условно говоря, там какие-то вот люди силовых структур, и вот это все выходит как бы на поверхность, а другие группы, они как-то, ну, вот немножко маргинализируются, ну, те же самые банкиры там, да, там и всякое вот это вот, да, то, что мы сейчас наблюдаем. Все-таки вот это издевательство там над Бабарикой, это же, можно сказать, ну, издевательство на какой-то частью элиты, да, по которой уже сложилось. Тем более, это только начало, скорее всего. Да, если это тем более еще начало, то это тем более, ну, как бы, в общем-то, да, то есть как это вот, насколько это может быть устойчиво функционировать все, учитывая то, что, в общем-то, и социальная база сокращается, и даже чисто вот, ну, такая вот база внутри элиты, то есть людей, которые владеют какими-то компетенциями, там, начинает сокращаться, да, и вот в общем, и в этом как бы вот идет дальше направление, и я, по крайней мере, ни одного месседжа не слышал, что, например, после выборов, ладно, мы там кого-нибудь еще включим, мы там как-то там с кем-то поиграем, то есть нет, то есть мы вот закрываемся, и закрываемся как для какого-то достаточно такого узкого круга людей, да, вот, и вот он как бы становится все уже и уже, вот в этом я вижу большую неустойчивость этой системы, то есть. Ну, наверное, в развитии слов, Андрей, я вспомнил вчерашний текст на реформации с, ну, сейчас на анонимными отзывами европейских дипломатов про встречу в медиа с главой комитета госконтроля, который по их отзывам там чуть ли не еще считался начальником положения, командовал и Макеем, и дипломатами, и чуть ли их не отчитывал, и у них появилось впечатление, что их созвали, чтобы оскорбить. Я, конечно, не такой специалист, как кто-то, возможно, по внешней политике, но у меня ощущение, что это не самая лучшая идея это общаться с дипломатами, и, наверное, для силового генерала это привычно, но это скорее, да, про качество системы, когда из нее умываются, говорят, коалиции остаются силовики. Это как бы вот есть проблема для того, чтобы когда была преемственность в этом отношении. Ну, я не знаю, может, они так специально делают. Ну, может, специально, но... Может, они умные такие, у них там какой-то план такой гениальный, да? Ну, я же говорю, я не такой специалист, да, может, у них была гениальная вещь, в чем ценность оскорбить западных послов. Я не знаю, но, может, она есть, может, я просто не знаю. Но еще, если я помню, у Андрея Вардамадского долго был давно еще какой-то комментарий, и вопросы в чате накапливаются, тоже были желающие задать вопрос, прокомментировать. По поводу гипотезы относительно того, что будет, если, значит, не зарегистрируют, все-таки бабарыка и так далее. Для объяснения этого я бы ввел такое понятие плавающий магнит. Каждый последующий оставшийся кандидат будет просто притягивать к себе голоса. И если даже останется одна конопадская, то она получит больше, чем Лукашенко. Значит, далее. По поводу того, как будет действовать на сознание людей, на массовое сознание вот этот вот компромат, который идет по Белгазпромбанку и так далее. Я бы сказал так, что сознание уже не изменить, вот, это будет работать только на повышение, на понижение рейтинга Лукашенко. Рейтинга Лукашенко. Да, да, да. И на повышение бабарыка. Значит, сознание не изменить, поведение можно подавить. Значит, ситуация в смысле доверия такова, она просто, так сказать, outstanding. То если бы Лукашенко сказал сейчас, что дважды два, четыре, то люди усомнились бы вот в таблице умножения. То есть, даже если он говорит абсолютно правильные, нормальные вещи, то вот недоверие столь велико и как бы вот коллективное такое недоверие. Снять совсем это единый кандидат наоборот, ну, так сказать, реально глядя по персоналиям не получается, я в первую очередь имею в виду Конопольский. Значит, относительно того, что важнее, так сказать, повышение активности, что будет играть, так сказать, основную роль. Значит, последовательность телодвижения и власть – это просто систематическая система ошибок, да, вот, начиная с ареста Тихановского. И следующее, которое, так сказать, произойдет – это объявленная поездка в Москву с сыновьями. Это тоже сработает на понижение рейтинга. Регистрировать или не регистрировать или не регистрировать Бабарико? Значит, основным мотиватором в момент принятия решения Лукашенко – это будет его ощущение, возможен ли со стороны жителей, со стороны выборщиков бойкот. Если он посчитает, что бойкот возможен, то он снимать не будет. Просто констатация основного мотиватора. Значит, по поводу того, что начнут сниматься и кто-то останется, и это останется два-три кандидата, и что это будет очень плохо будет выглядеть. Абсолютно нормально это будет выглядеть. Аргумент простой – снялись, потому что испугались. Я имею в виду, как это будет выглядеть и объясняться истеблитментом относительно внешнего, для внешнего мира. Значит, по поводу средств, которые будут уменьшаться. Дело в том, что в будущем, так сказать, дело в том, что есть еще совсем другая функция Белгазпромбанка. Там можно получить определенную сумму денег, исчисляемую миллиардами, которой вполне хватит на постэлекторальный период какое-то количество мнений месяцев. То есть, кроме дискредитации Бабарыка, тут есть совсем другая функция, которая абсолютно реальна, если речь идет о миллиардах. Мне кажется, если речь идет о горизонте планирования в несколько месяцев, то да, конечно, можно воспользоваться таким образом. Ну, а потом другие российские банки в один. Это уже будет, мне кажется, доиграться можно. Это как раз таки есть и рождает дополнительные риски. Я же не говорил о том, что возможно вытяжнуть эту ситуацию, а в том, что риски все больше, какие-то проблемы с очевиднее внутри. И вот в этом как бы проблема. Например, БПС Бербанк уже собрал, когда в день очередной запланировал собрание правящего совета или какого-то называется. Я так понимаю, они, наверное, тоже будут очень пристально на это смотреть. Я думаю, другие банки поднапряглись и, очевидно, такой сценарий подумает, что с этим делать. Значит, долговременная перспектива отсутствует, так сказать, в сознании. Сейчас я еще доотвечу тут на вопрос, насколько возможны реальные протесты после девятого по экономической причинности. Вот это и есть причина, вот это и есть то, что с большой вероятностью будет происходить. И последнее, значит, впервые произошла такая ситуация, когда есть против... Я публицистически заостряю, но нет некоторое напряжение между желанием жителей Белоруссии, так сказать, выбрать нового, так сказать, кандидата и желанием Запада сохранить существующее статус-кво как гарант стабильности и как гарант противостояния Кремлю. Лукашенко воспринимается на Западе как кто-то, кто в большей степени не может противостоять Кремлю, нежели потенциальный Бабарыка. И вот здесь впервые в этом уникальной ситуации исторически впервые как бы Запад и население не совсем coincided. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я хотел еще напомнить, у нас был еще писал Андрей Поротников хотел прокомментировать, я вижу Павел Усов хотел прокомментировать, и у нас еще в чате были вопросы. Валерий Карбалевич, Ольга Гудрундова. Да, Гудрундова, да. Ну что, тогда может быть Андрей Поротников, Павел Усов и перейдем к следующим вопросам. Да, спасибо, Вадим. Я бы хотел отреагировать на фразу «власть себя плохо чувствует и знает, потому что знает социологию». Власть действительно знает реальную социологию, но чувствует себя вполне уверенно. это большая ошибка и недоработка считать, что режим настолько ослаб, что он обвалится. Хочу обратить внимание, что фактически официально уже заявлено о необходимости повысить какие-то бонусы и социальную поддержку для бюджетников и пенсии для пенсионеров. То есть фактически заявлено о политике возврата к покупке лояльности. Ресурсы для того, чтобы поддерживать эту систему даже в отсутствие внешней финансовой поддержки, на два года хватит легко, а дальше никто и не планирует, потому что дальше ситуация может поменяться кардинально, Лукашенко снова может оказаться в ситуации, условно говоря, в которой он оказался в 2014 году, когда казалось, что это далеко не самая большая проблема для Запада. Поэтому давайте все-таки сохранять реализм и давайте понимать, что режим достаточно силен, безусловно, он вступил в фазу кризиса, идет понижательное движение и в плане эффективности, и в плане адекватности принимаемых решений, но ресурсов у них для того, чтобы удержать ситуацию, достаточно, и ресурсов, в том числе финансов. Спасибо. Спасибо, Павелусов. И насчет ресурсов режима и насчет реакции Запада. Безусловно, нужно учитывать, что Запад боится, для него нисколько Лукашенко является гарантом или он противостоит России, но где вы видели, чтобы Лукашенко противостоял России? В чем это выражается? Беларусь продолжает быть военно-политическом блоке с Россией, АДКБ, общая система противовоздушной обороны, недавно получили военно-учебные самолеты, то есть здесь никакой речи не ведется о том, чтобы Лукашенко противостоял России, даже близко. Но справедливость ради об этом говоришь, но не о том, что есть, а о том, что так могут восприниматься на Западе. Они скорее не так воспринимают, они боятся дестабилизации ситуации. Они считают, что предсказуемый авторитарный режим лучше, чем непредсказуемый трансформация, в которой, естественно, больше бонусов, независимо от того, кто бы пришел к власти, получила бы Россия, потому что влияние Запада на сегодняшний день в Белоруссии политическое и геополитическое практически равно нулю, если не считать безвиз, но сравнить безвиз и отсутствие границ между Россией и Белоруссией, это, конечно, две большие, скажем так, два больших различия. Что касается ресурсов режима, я тут полностью согласен с Андреем, если мы посмотрим и сравним то, как система себя ведет и реагирует в отношении протестующих в Белоруссии, и то, как реагируют системы в демократических странах, к чему постоянно апеллирует Лукашенко, говоря о том, посмотрите, он на США, как там разгоняют демонстрантов с применением всех средств спецзащиты. Так вот, как раз-таки для удержания ситуации я думаю, что система применяет всего лишь только 10% всей той силы, которой она обладает. И это действительно очень важно не недооценивать ресурсы и недооценивать на то, на что способен Лукашенко в целях защиты своей власти. Конечно же, факт, насколько общество готово отстаивать свои интересы и свои права остается главенствующим. Мы пока что не наблюдаем глубокой солидаризации, скажем так, консолидации общественной на том же уровне, на котором это было, скажем, в той же Армении на волне солидарности мы помним власть Пашинян. То есть в Беларуси совершенно другой уровень системы, совершенно другой уровень контроля. И пока что независимо от того, как Лукашенко там реагирует лично, система пока что справляется. И тут также необходимо учитывать, и тут уже это звучало, процесс внутренней милитаризации. То есть, да, с одной стороны мы имеем мощный консолидированный режим, с другой стороны все-таки ресурсы экономические, социальные исчерпываются. И для этого и происходит милитаризация системы, режим от электорального, который опирался долгое время хотя бы на довольно широкую поддержку, или по крайней мере на молчаливое большинство, то теперь мы видим, что Лукашенко уже не доверяет электорату, не доверяет социуму и даже собственному электорату, который переориентировался частично на Тихановского, частично на Бабарико. И поэтому для уверенности происходит процесс укрепления всех ключевых структур власти силовиками. Что касается вот такого глубокого кризиса, то подобная риторика звучала даже в России, когда после 2014 года были видны санкции, потом пришел кризис, потом упал рейтинг Путина, тем не менее мы видим, что система там продолжает функционировать, именно опираясь на олигархическо-милитаристские группы. Я не верю в то, что в Беларуси возможно создание олигархическо-милитаристского режима, но вполне возможно, что будет такой авторитарный режим с уклоном в милитаризм. И если ему удастся удержать ситуацию и погасить волну противостояния и протеста после 9 августа, то фактически новой волны в ближайшее время вряд ли можно ожидать. Протест. Спасибо, Павел. Я хотела бы дать слово Валерию Карбалевичу. Он хочет прокомментировать и какой-то возможный вопрос задать. Валерий Иванович, вы слышите? Да, слышу. Спасибо, Валерия. Мне нравится, что мы начали обсуждать вопрос, что будет после 9 августа. То есть, впереди еще целые два месяца, ну, полтора месяца избирательные кампании напряженные, а мы уже думаем, что будет потом. Действительно, вопрос о том, насколько у режима хватит ресурсов, чтобы удержаться. Ну, для того, чтобы проверить, как раз нужен кризис. Кризис мы сегодня имеем. Это кризис, в первую очередь, электоральный. И только после этого мы можем сказать, насколько эти ресурсы действительно велики. Но я вот согласен и с Павлом Мусовым, и с Валерией о том, что если 9-го, 10-го властям удастся загнать назад весь этот протестный потенциал, то общество заморозится на очередные 5 лет до следующих президентских выборов. И иллюзий, что что-то случится через год, через два, я думаю, что это только иллюзия. Но я бы вот на что хотел обратить внимание. Ведь очень интересно вот эта избирательная кампания, она дает очень много поводов для размышлений. Вы смотрите, голоса протестного электората мы слышим, мы видим, а вот голоса противников сторонников Лукашенко, лукашистов, их просто не видно. Их как будто нет. На самом деле они, конечно, есть, но их не видно. От их имени говорит исключительно власть. Сам Лукашенко, силовые структуры, государственные СМИ, но сторонников Лукашенко на информационном экране просто нет. Следующий момент. Вот смотрите, то, происходит взрыв протестного движения, которое, говоря словами классиков, можно называть восстанием масс. Вот это восстание масс пока никак не превращается, не трансформируется в кризис сверхов. То есть мы видим, что система работает как машина, никаких признаков как бы ее развала нету, работают силовые структуры, работают начальники все, сбор подписей в поддержку Лукашенко практически прошел во всех трудовых коллективах государственных без всяких протестов. Вот. То есть получается так, что общество и государственная система, они как бы существуют в неких параллельных мирах. И то, что происходит в обществе, оно никак не передается в политическую систему власть номенклатуры. И последний тезис. Все 25 лет Лукашенко презентовал себя как народный президент, который апеллировал непосредственно к народу, получал от него поддержку через голову всех государственных институтов. Сегодня мы имеем интересную ситуацию, что эта поддержка со стороны общества минимизирована. И фактически единственная поддержка Лукашенко это государственная власть, государственные институты, номенклатура. То есть из народного президента он превращается в президента номенклатуры, который, собственно говоря, удерживается именно на поддержке государственных институтов. Это будет уже другой политический режим после 9 августа, если он удержится. Спасибо, Валерий Иванович. Я бы хотел прокомментировать, мне кажется, насчет того, как прошел сбор подписей подводных коллективов за Лукашенко. Ну, во-первых, можно вспомнить отдельный случай, например, как было на атомной станции, там, где-таки были какие-то недовольные. Отдельные случаи. Отдельные. Но у меня есть ощущение, что отсутствие их массовых вызвано не столько тем, что все скорее отмолчь терпели, сколько Янпер, конечно, сложно это изнутри измерить, но у меня есть подозрение, что на какие-нибудь там руководители заводов, я подозреваю, не занимались ерундой, не пытались правда лично переписать каждого, а просто взяли в отделе кадров паспортные данные, поставили галочки и отчитали, что не все подписались и даже и не пытались было моих людей, что, конечно, не вызывает в людях никакого возмущения, и я подозреваю, что из того, сколько там, миллион или полтора уже говорил Орда подписей за Лукашенко, я подозреваю, столько людей даже не подозревают, что они все за него расписались. Поэтому это, мне кажется, настолько мифическая цифра и те, кто издают, они ведь тоже понимают, что никто никогда в своем умении проверит эти подписи и не скажет им ай-яй-яй, вот это нарушение. Поэтому чего им переживать, я думаю, это все настолько фикция, что по ней сложно хоть что-то измерить. У нас еще, я помню, был вопрос Ольги Дрантовой. Сергей Чалых хотел, чтобы мы ему задали вопрос, почему аресты до, а не после. Давайте зададим его. Я думал, если Сергей Чалых захочет, чтобы мы ему сказали, что Шуштова молодец, его прогноз сбылся не только в том, что снялся Гайдукевич, но вот теперь уже и МИД вызывает западных дипломатов. Ну и тогда, да, Ольга Дрантова и Сергей Чалых. По-моему, Ольга была выше в чате, но давайте. Давайте, Ольга. Ольга. Да, все-таки, окей. Спасибо. Ольга Дрантова, редактор немецкого язычного издания «Беларусь на Льюзин» в Германии. Мне не хватает нескольких дискуссий именно про белорусское общество, про то, что сейчас наблюдается вот с начала пандемии. То есть не про то, на что готов режим, насколько он силен, что скажет Россия, что скажет ЕС, а именно понимание того, кто эти люди, чего они хотят. Эти люди ты имеешь в виду тех, кто был 18-го на улицах? Или какие? В Беларуси сейчас какой-то фантастический подъем людей, ранее бывших аполитичными. Кто-то уже, по-моему, в чате даже писал, Галина Кашовская, вот я вижу, похоже, вопрос задала. То есть мы видим то, что, я не помню, в последний раз я такое наблюдала в 19-м году. То есть, во-первых, это региональный охват, во-вторых, это люди абсолютно ничего не имеющие общего с политикой, абсолютно разные группы по возрасту и люди, не боящиеся говорить на камеру плохие слова о власти. Люди агрессивные, люди обиженные. Я тогда помню все эти интервью просматривала. В этот раз я тоже, наверное, я просмотрела все стримы и уже классифицировала то, что люди говорят. Там огромное совпадение. Это не только экономика. То есть, только плохо жить экономически было, пусть уже, мне кажется, они привыкли очень долго к этому. Но, что совпало и там, и там, то есть, в 20-й и 17-й год у людей было чувство, что они забрали человеческое расходство. То есть, вот это, что не может найти работу куберноед, уважения нет. И в этот раз то, как вел себя президент и частично Минздрав по отношению к людям, вот это вот мы вас не уважаем, мы вас не считаем за людей. Отсутствие вот этого человеческого, минимального человеческого отношения. Это те факторы, которые, я заметила, у людей забрали. И вот это делает белорусов очень адресивным. Я пытаюсь все это время понять, где у белорусов красной линии. Вот эта страна сейчас сосед в воздухе. Что с ней делать? То есть, посадили главных кандидатов, посадят, скорее всего, ту оставшуюся классическую оппозицию, которая вчера еще чего-то там смогла бы организовать. Но энергия людей никуда не уйдет. Кто-то видит вообще шанс до выборов еще, я имею в виду, кто-то из вас, что сработает какой-то вот принцип самоорганизации, как мы неожиданно увидели это во время пандемии. Или, может быть, нам ждет нового Тихоновского, или, может быть, какие-то оставшиеся независимые профсоюзы. То есть, вообще, есть ли шанс у этих людей получить дальнейшее развитие? Сразу следующий вопрос. Меня очень удивляет, что обсуждается бойкот. Это как раз то, чего люди не хотят. То есть, ну, люди хотят альтернативы, люди хотят перемен. Что людям даст то, что Лукашенко будет один в списке? Это никому ничего нового не покажет. Выборы и так нелегитированы. Я не совсем понимаю вот этот аргумент никого, что покажет бойкот и что делать вот с этой энергией. Белорусы ведь не так часто становятся сильнее в таких масштабах. Это может и не случиться там в ближайшие, не знаю, сколько лет. Что с этим делать? Согласна. Спасибо, Дарья, за вопрос. Видно писал, Александр Баленкевич хотел прокомментировать. И, кстати, вы же тоже говорили как раз про вопросы по солидаризации. Возможно, у вас есть какие-то мысли насчет вопроса Ольги, насчет того, что ждет общество и что с этим делать. Раюсь, коротко, я всегда подходил к выборам следующим образом. Мне было интересно день выборов и следующий день. Что изменилось в обществе? Каких настроений больше? Больше про европейских, про российских, больше недовольства своей жизни, больше агрессивности. Я очень согласен с тем, что агрессивности очень много, чувство униженности. И вот это вот тоже близко от темы легитимный и нелегитимный будет Лукашенко. Конечно, скорее всего, он себя назначил. Но его легитимность обычно определялась не честностью, открытостью выборов, а легитимность определялась тем, что большинство людей считало, что все-таки он половину имеет и больше он заслужил того, чтобы быть президентом. Сейчас такой реакции категорически не будет. То есть в глазах общества, по моему ощущению, я сейчас больше в деревне и в маленьких городах, чем в столицах, вот это будет, что он нелегитимный, он нас не представляет, он не наш. Это одно изменение. Второе, вот я бы отметил, что не знаю, разговаривали ли вы на эту тему, потому что я периодически интернет отключался. Это тема того, что впервые возможно в оценке легитимности Лукашенко солидаризация оппозиции России и Запада. Были пробы в свое время в 2001 году сделать общую стратегию, были пробы в 2010 году и сейчас таких проб нет. Запад не активен в отношении политической борьбы, но в оценке они могут солидаризироваться. Это очень такой серьезнейший момент для будущего Беларуси. И еще я хочу сказать про раскол власти. Ну вот для меня нет вопросов, когда говорят есть он или нет. Публичного нет, они все солидарны, они все выполняют ценные указания, но ментальный очень большой разброс в мнениях, и я знаю хорошо ситуацию во власти в регионах, там тоже раскол очень большой, там раскол в поколениях, во взглядах на завтрашний день, в перспективах своих и страны. Поэтому раскол уже случился, и он подтвердился капитально еще раз, когда в виде было священие, на котором, на котором хоть он был в МИДе, но не Макей был главный, то есть его так ставили на место. Это тоже, тоже момент очень показательный, идет очень серьезная борьба внутри. Вот. А известно, что перемены в постсоветских странах все-таки проходили, я думаю, мы такая же страна все еще, проходили тогда, когда власть раскалывалась. Не тогда, когда оппозиция сильная, не тогда, когда много людей, все-таки раскол лада это одно из таких самых капитальных условий. Поэтому я вижу в этом перспективу. И последнее, быть лукашистом сегодня даже в деревне не популярно. Вот это очень характерно. В магазине, в который ходишь, там как-то, если кто-то сейчас скажет, что оно может, его затыкают очень быстро. И вот эти перемены, ну нельзя их недооценить. Позволите, я на вопрос Ольги отвечу? Да, конечно, Павел. Отвечаю, тут нужно все-таки рассматривать несколько нюансов. Можно надеяться на определенное такое коллективное чувство солидарности, какое-то внутреннее общее самосознание, когда по наитию люди вот вдруг выйдут, выйдут на площадь в Минске. Ну, например, если бы это такое коллективное наитие сознания было бы, то, например, вчера бы уже скорее всего бы полминска бы вышло. Если бы вчера полминска бы вышло, а Минск, должны понимать, это наиболее наэлектризированное, наиболее напряженное место. Вот, я думаю, что вчера бы вопрос был бы во многом решен. Естественно, есть еще возможность такая, и очень важно должны отметить, что белорусы всегда действуют в правовом поле. даже когда возникают такие сильно напряженные ситуации, крайне редко мы наблюдаем серьезное столкновение с милицией. То есть, крайне редко мы наблюдаем прямую драку, скажем так, участников митинга с милицией, как это, например, было в той же Грузии или в Армении. То есть, вот этот фактор законопослушности, я не знаю, с чем он связан, с сознанием или с долгими годами существования в тоталитарной и авторитарной системе, но люди боятся все-таки, вот есть фактор внутреннего механизма сдерживания, перейти черту все-таки наши люди во многом боятся, если бы этот барьер был сломлен, я думаю, это тоже бы сыграло бы ключевую роль. Ну, давайте вспомним задержание Тихановского в Гродно. Да, с одной стороны, вот, милиционера положили на асфальт, но с другой стороны, когда вышел ОМОН, его схватили, повели под руки, люди в массе своей продолжали сдавать подписи и стоять в очередях, никто не попытался отбить человека, которым они считали, лидера, которым они считали Тихановского. Вот именно во многом определяет все-таки еще возможность противостояния с властью факторы психологического страха сдерживания. Если эти факторы будут сломлены самими людьми, когда они увидят, что их много и они способны действовать, то я думаю, что, конечно же, тогда ситуация в целом переломится. И что касается возможно ли еще проблема дефицита лидерства, если лидеры, конечно же, будут нейтрализованы в ближайшие дни, то протестов как таковых серьезных не будет. Конечно, могут быть механизмы использованы, которые были использованы в 2011 году, революция через социальные сети, когда активисты какие-то, сами люди будут друг друга призывать на площадь, но если это будут акции, которые превратятся в ритуал, то, скорее всего, энергия просто выйдет впустую. А что касается выбора или альтернативного кандидата, то если будет альтернативный кандидат а-ля Короткевич или а-ля Конопадская, то это принесет гораздо больше разочарования населению, чем бойкот, потому что если кандидат, который будет плавающим магнитом в кавычке, соберет на себя весь протестный потенциал, тех, кто голосовали, поддерживали или выходили за Бабарико и Тихановского, а потом в день голосования пойдет кататься на лыжах, условно говоря, как это на коньках, как это сделала Конопадская в 2015 году, то это будет это создаст такой вакуум, черную дыру, то есть еще более глубокое разочарование и апатия будет у людей, нежели они осознают, что в данной ситуации недоверие, не участие в выборах является единственным шансом, чтобы консилизированно показать свою позицию. Вместе с тем, опять же, если будут лидеры, если останется какое-то движение и активность, то и выборы можно, и бойкот можно переформатировать в протест 9 августа и заканчивая. однако, я все-таки сомневаюсь, если мы говорим об авторитарном режиме, то здесь без серьезных столкновений власть, даже если выйдет 100 тысяч людей на площадь, без серьезных столкновений вряд ли дело закончится. Я сомневаюсь, что люди способны пока что на сегодняшний день не способны на такие жесткие шаги в отношении белорусских властей. Даже вспомните Майдан. Система и режим Януковича был в десятки раз мягче. Он был криминальным, но он не был авторитарным. Это не была система, которая была направлена на подавление, на уничтожение в Белоруси. Такая система, она создана и функционирует более 20 лет. Поэтому каких-то надежд на то, что вот есть эта энергия, ее надо использовать и она будет использована, у меня пока что нет. Януковича единственная, только с Павлом не согласился по поводу лидерства, потому что мне кажется как раз протесты 18 июня, они как раз формально, конечно, в начале правоснательства выставляли свои столы, но сбор подписей закончился в 9 вечера. И мне кажется как раз была очень отличительная черта этой акции, отличающая ее даже от того, что было в 2011 году с РЧСС, потому что у протестов не просто не было лидеров, у протестов не было планов, у протестов даже не было призыва в интернете, который бы конкретно собрал, кому собираться, где собираться, во сколько собираться, что делать. И из-за того, насколько был протест децентрализованный и никак не организованный, мне кажется, в том числе сыграло роль того, что и власти никого не задерживали, наверное, и потому, что не очень не представляли, что, собственно, с кем делать. То есть, ну, понятно, кроме варианта просто вообще арестовать всех, кто находится в центре Минска. И у таких же протестов очень, у меня есть сомнение, что их можно... Они могут происходить постоянно, потому что их действительно никак не организовано. Но мне кажется, как раз для таких протестов лидеры совершенно не нужны. А какая краткая реплика на то, что сказал Павел и ты, если можно, за одну минуту? Я не согласна с тем, что Минск самый наэлектризованный. В Минске лучше всего живется людям. Почему-то он самый наэлектризованный, наоборот. Кого поднял этот самый Тиханов? По регионам ездил и там были самые злые люди. То есть, это с одной стороны. С другой стороны, я абсолютно не ожидала, что выйдет так мало людей. То есть, учитывая, сколько собрал Бабарико, там почти полмиллиона подписей. Но я ожидала, как минимум, что люди после ареста в регионах хотя бы как-то проявят, да, свою неудовлетворенность. То есть, это уже, я не знаю, факт в сторону того, что они действительно боятся, что он вдруг действительно там преступником каким-то был. И это просто то, что их никто не смог организовать. Некому было сказать, люди выходили. Может быть, они готовы были выйти? Будем можно выйти. Безусловно. И в регионах, прежде всего. И как я уже вначале говорил, основная проблема, какую мы имеем и с Тихановским, и с Бабарико, у них нет структуры, нет сети. То есть, все было во многом сделано через интернет, через какие-то страницы. Но задача создавать структуру не ставилась. Подтягивались активисты, иногда это оппозиционные. Иногда просто... просто, ну, волонтеры или те, кто решил поучаствовать в сборе подписей. И что главное? Опять же, это вот этот процесс в рамках закона. Люди считают, что их долг, что их право вот через голосование, через подписи выразить свое несогласие к протесту, к защите. Но пока что, как видим, мы оно не готово. Я бы... Можно комментарий? Позвольте, пожалуйста. Да, да. Я вовремя, Далина Кашевская. Почему? Потому что второй раз вот я не согласна полностью с Павлом Усовым по поводу организации, по поводу, ну, вот этой... Почему не вышли здесь? Вот Ольга тоже говорила. Вы знаете, я ходила неделю, ходила в их штаб на волонтере все эти подписи проверять. И могу вам сказать, сам Бабарико, он спустил информацию. Никому не выходить на митинги для того, чтобы исключить провокации. То есть после того, как провокация против Тихановского произошла, он просто распространили такую информацию по всей их организации. Это первое. То есть они не выходили, потому что... Бибер сказал, не выходите, чтобы не было провокаций, не участвовать. Как организовались вот эти люди на проспекте, это тоже вопрос. Второй вопрос насчет вот этой организации по команды. Вы знаете, что она была очень высокая. Я вам точно говорю, она была очень высокая. И на мой взгляд, то, что я вот увидела, фактически его взяли после того, когда он уже сдал первую часть, там стоили 150 эти тысячи подписей. И когда они несли следующие там 300 или 200 подписей. Почему? Потому что очень высокая организация молодежи была. Там было, ну, настолько все структурировано. Три-четыре смены они работали, там как мурашки. Программы установили. И они работали, выложились так, что я просто радовалась, что такая молодежь у нас есть. И вот это, понимаете, когда я видела, и там взрослые молодежь были. И когда я видела, что насколько люди активны и увлечены, у меня все-таки остается вопрос, который я написала. Как поддержать эту политическую активность, чтобы неслить ее до выбора? Спасибо, Галина, за ваши вопросы. У вас как раз в чате писал Андрей Казакевич, что хотел бы высказаться. Может, в том числе Андрей тогда и скажешь, как неслить эту активность, что делать с этим протестным потенциалом? Да, протестным потенциалом, что делать? Прямо тут что-то, на, все тебе скажи. Ну, я к тому, что вообще, мне кажется, это немножко такой, ну, периферийный вопрос. Ну, а и что? Ну, люди выйдут, вышли. Ну, хорошо. Ну, стоит тут тысяч человек там, да? Ну, как там на этом проспекте? Ну, дальше что? Ну, будут они отстаивать, что они будут отстаивать? Вы понимаете, вот если вот вы, все там сейчас, когда про такие вещи говорят, всегда там вспоминают какую-нибудь Сербию, там, Украину, там, Армению, там, да, и так далее. Но там механизм понятен. Там всегда были политические лидеры на свободе, с нормальными структурами, там, какими-то деньгами и со всеми остальными, да? Вот как это здесь в Беларуси будет работать? Ну, никак не будет работать. То есть, ну, придут, кого-то там посадят, кто-то как-то там разойдутся. Просто потому, что нету институтов, да, которые бы как-то это могли, ну, превратить в какое-то изменение. Ну, вот как я это вижу, да? Если, опять же, кто-то... Ну, что тогда давай... Не периферийный вопрос, а что тогда не периферийный, что ты хотел прокомментировать? Ну, вот я говорил, то есть самое интересное, это как раз-таки сейчас во власти происходит, а не в обществе. Ну, в смысле, что это очень важный фактор давления, да, на все, на это, на то, что там происходит, да? Но если вообще говорить про какие-то политические изменения, то я бы видел их где-то там, да? И, наверное, каким-то образом на это можно влиять. Может быть, никак нельзя влиять. Но разговоры о том, как бы вот, что эта активность протестная без лидеров, да, без институтов и без каких-то людей, которые ставят задачи, что-то как-то организовывают, может вылететь какие-то политические изменения. Ну, покажите как просто, да, вот на пальцах, да, то есть вот как это произойдет? Люди зайдут в исполком, сядут там по кабинетам, да, и что там, да, ну? Так, можно все-таки мне некоторое слово? Вот что я бы хотела прокомментировать и заодно ответить на вопрос Сергея Чауна, на который он, оказывается, не хотел сам отвечать. Почему посадки до регистрации, а не после? Я вообще думаю, что, ну, включение машинной репрессии как раз и нацелено на то, чтобы мы сегодня, подобно Павлу Усову, меня слышно? Дайте кто-нибудь знать. Да, да, да. Я себя слышно. Подобно Павлу Усову и Андрею Казакевичу фактически уже обсуждали варианты поражения и как общество сохранить остатки самоуважения после этого поражения, при том, что мне вовсе не кажется, что ситуация уже решена. То есть в действительности, согласно и с Галиной, и с Ольгой, что это большая энергия. И, с другой стороны, у нас есть Андрей Петрович, который говорит, что эта энергия готова перекинуться на любого, кто будет противостоять Лукашенко, но активно, а не уйдет. И мне кажется, что, ну, вот ваш с Павлом вариант мне понятен. То есть, да, мы сейчас можем обсуждать, как бы нам сохранить остатки, знаете, и надеяться на что-то там. Я такого вообще ничего не предлагал. Ты говорил, ты говоришь о том, что, ну, сняться с выборов, это самое, не наблюдать, что будет у властей. Ну, вот и все. Это же ничего не... Нет, ну, я не говорил так. Это же должен быть... Ну, я, да, ну, я, естественно, считаю, что эти протесты... То есть, что вопрос общественных настроений вторичен по отношению к процессам у властей. Все тут на самом деле... Но у меня очень другая позиция, чем у Павла. Согласна. Ну, в общем, у вас дворастная позиция, Валерия с обеименем не согласна, да. Нет, просто и то, и другое, это просто варианты поражения. Мы обсуждаем дальше, ну, вот что дальше. Но мне, и то Валерий Иванович, тоже лиц абсолютно прав. Почему мы уже сейчас это обсуждаем? А что значит поражение? Поражение кого? В чем? Нас, черт возьми, демократически настроенного электората. Есть вариант, простой вариант. Который, в принципе, в большинстве своем настроен против Лукашенко. И сейчас такие люди, большинство... Так вот, большинство... Я здесь скептически, я согласен. Я хотела бы, чтобы мы, наверное, уяснили вашей позиции. Давайте дадим слово кому-то, кто готов что-нибудь сказать по поводу того, существуют ли иные варианты, кроме обсуждения, как нам сохранить хорошее настроение после того, как все это случится. Значит, да, давайте, может быть, вернемся к обсуждению вариантов, у кого есть идеи. В том числе, мне кажется, то, о чем спрашивала Ольга по поводу белорусского общества. Потому что, действительно, в принципе, кстати, Оля, еще ответ на твой вопрос, это... Мы же, по-моему, месяц-полтора назад мы как раз делали дискуссию в клубе по белорусскому обществу, но тогда мы еще больше говорили про коронавирус. Понятно, сейчас в этом контексте и репрессии, и протестов, может, и другие вещи. Действительно, как это будет развиваться, и как может это развиваться? Есть ли у кого-то мнение? Можно реплику. Да, Валерий Иванович, конечно. Вот большой резонанс и большие дискуссии вызвало вопрос о том, какой настоящий рейтинг Александра Лукашенко. Вот эта цифра 24% по Минску, институту социологии в марте-апреле. И как бы от этой цифры, собственно говоря, все пытаются отталкиваться и пытаются выяснить, а по стране он больше или меньше. Я бы вот такие тезисы высказал. Первое. После марта-апреля, вот с началом лета, рейтинг Лукашенко упал. Потому что по той простой причине, что появилась альтернатива, сильная альтернатива, и как бы на эту альтернативу общество реагирует. Второй момент. Вот как бы в нашей социологии независимой утвердилась точка зрения, что протестное настроение в столице больше, чем в регионах. Так было долгое время, и, например, Несепи зафиксировала эту тенденцию. Но является ли эта тенденция сегодня таковой? У меня вот есть очень большие сомнения, потому что я много раз слышал людей, которые живут в провинции или работали в провинции, что в райцентрах сегодня протестное настроение гораздо выше, чем в Минске. В Минске большое количество чиновников, есть весь государственный аппарат, силовики. Ну и кроме того, Минск гораздо более упакованный город. Здесь и зарплаты выше, здесь и бизнес развит и так далее. И здесь, наверное, недовольных не так уж и много. А вот в регионах провинции, особенно сейчас, когда оказались закрыты границы, и эти клапаны выпускания пара людей для выезда за границу оказались заблокированными, вот у меня такое впечатление, что настроение в провинции ничуть не меньше протестное, чем в Минске, а может быть даже больше. Ну и то, что вы видели по электорату Тихановского, в принципе. Да, да, совершенно верно. Поэтому я бы вот эту цифру 24% сегодня уменьшил. Ну да, кстати, кратко прокомментирую. Я вот недавно в этого интервью вспоминал, что последняя цифра, которую называл Лукашенко не сейпи, это было 29%. В общем-то все, последнее, на что мы опирались, что эта цифра должна была несколько снизиться за эти годы. И, в принципе, снижение 24% вполне вписывается в этот тренд. Возможно, да. 24% — это рейтинг доверия, а не рейтинг исправления. Он всегда выше, всегда. Безусловно, рейтинг доверия выше, и, я думаю, это еще вопрос всегда государственных социологов, я думаю, даже не того, что они могут омануть в цифрах, а просто того, когда человек отвечает на вопрос, скорее может выразить конформность какую-то. Ну, как всегда, да. Хорошие подробные разбивки с рейтингами доверия и кандидатов мы, к сожалению, просто не знаем. Хорошо. Как бы высказаться? Кто-то говорит, как бы высказаться, я думаю, предложите, кто это говорит. Абрамова. Да, Ольга Абрамова, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста. Слышно меня? Да, более чем. Я бы хотела сказать, тоже высказать свое мнение по нескольким вопросам, которые прозвучали. Во-первых, я думаю, сейчас люди не поддержат настроения такие, что настроения на подъеме, они не поддержат сейчас бойкот. Вот массово это просто невозможно реализовать, не говоря о том, что те кандидаты, которые остаются, вызывают по каждому пункту сомнения, будут ли они сниматься в общую пользу. Нет такого желания, они хорошо вложились в компанию, каждый рассчитывает на свои дивиденды разного рода. Большинство из них откажется это делать, скорее всего. Но и плюс, повторяю, это абсолютно непродуктивно, потому что подъем идет, подъем поднимает, нарастает. Жаль, к сожалению, что у нас нет возможности провести законным образом экзит-пулы 9 числа. Это было бы очень здорово, если хотя бы избирательные были, мы бы получили картинку. Сейчас мы можем полагаться полагаться на такой фрагментарный сбор информации. Каждый беседует с представителями различных регионов, собирает информацию в одном и другом месте. Я бы сказала, у меня, например, оценка такая, она будет ниже всех прочих. Если все предыдущие годы, начиная с 1994 года, я примерно вычисляла цифру поддержки Лукашенко и ни разу не сомневалась, что он побеждает законным образом, то сейчас у меня очень большие сомнения. Мне кажется, что вот эти действия, которые происходят, они вызваны тем, что ситуация кардинально изменилась. Я не могу сказать, я уже упоминала об этом. Она неустойчивая, конечно, но сегодня реально есть доверие, такое смутное доверие людей, что что-то можно изменить. И фактор достоинства там действительно играет колоссальную роль. Я с этим сталкивалась по всей Беларуси. И мне кажется, мое мнение, что ниже рейтинга Лукашенко в агломерациях. А это, конечно, очень штучно, но вокруг областных городов и прилагающиеся небольшие местечки, там, где быстрее доходит информация, обмен информацией идет, активнее, там поддержка будет меньше. А как говорят некоторые мои знакомые, имеющие родственников, как они говорят, за кольцевой, картина разная. В частности, допустим, больницы просят подписаться, и все делают, ничтожишь, сумнящиеся, совершенно спокойно, и даже многие с удовольствием подписываются за Лукашенко. И что касается того, как удержать людей, сохранить потенциал, вот этот перемен, на будущее, чтобы не было фрустрации. Вот сегодня буквально мне пришлось провести два таких разговора, и весьма успешно, с людьми, которые уже сложили лапки и говорят, все, после вчерашнего дня, все предопределено, весьма, кстати, я бы сказала, высоким IQ уровнем образования, и весьма таких протестных взглядов, но после некоторого, нескольких минут бесед с каждым, люди воспряли, то есть, здесь маятник взглядов, предпочтений, ожиданий, эмоций, сейчас очень, очень такой разброс идет большой, потому что люди дезориентированы, у них нет ориентиров на руках. Кстати, тот же Бабарыка, если вы обратили внимание, по крайней мере, если верить, Волчику, просил, что в случае, если он будет задержан, арестован и так далее, чтобы люди обязательно пошли на выбор, в обязательном порядке, это призыв, и не факт, хотя результат, вариант очень небольшой, не факт, что он не будет зарегистрирован, вполне реально, он пойдет такой же фигурой, как параллель, похожая схема, допустим, идет Тихановская вместо незарегистрированного мужа, это тоже такой символ, и вполне реально, с этим тоже можно работать, с этой ситуацией, это вполне реальная вещь. Наконец, последнее, на что я хотела бы обратить ваше внимание, после 9 числа, я тоже не считаю, что все предопределено, прямо с этим, но после 9 числа, при любом исходе, абсолютно, этот потенциал можно сохранить, один из вариантов его сохранения, это создание той самой сети, в отсутствие которой здесь говорится, это вполне реально при современном средстве коммуникации, и при том, что произойдет за эти два месяца, потому что прессинг будет со стороны власти по нарастающей, соответственно, негодование людей будет идти только по нарастающей, если говорить им простые, понятные вещи, что было сделано этой властью, конкретно с их судьбой, на конкретных направлениях, в том числе в последние вот два года, допустим, то, что мы обсуждали на первой нашей встрече в Zoom, и после выборов вполне реально создавать, у меня это давняя идея эффекта, 13-го года, я ее впервые огласила на конференции у Морозова в Сталине на Рубиконе, я сказала, что мне кажется, что мы будем двигаться в перспективе не к партийному принципу, партии будут оставаться сами по себе, и они будут работать на другом этапе уже в последующем демократизации в стране, в большей мере они сохранятся и так далее, но мне кажется, сейчас реально необходимо, и это встретит понимание и поддержку, объединить усилия всех, всех, кто не согласен с тем, что происходит, независимо от идеологических предпочтений и тех нюансов и разницы во взглядах, которые есть, все эти нюансы убрать, временно хотя бы убрать, потому что это реально так, как делали в 1935-1936 году делали в Европе, когда создавали народный фронт против фашизма. Это реально. Спасибо, Ольга. Ремарку. Да. Хотел бы на два к тому, что Валерия ранее сказала и к тому, что прозвучало сейчас от Ольги, значит, насчет того сложить лапки и там, что делать дальше. Ну, давайте признаемся, что в любом случае результаты выборов придется отстаивать на улице. Все это понимают. Даже если бы Бабарика не посадили, если бы он остался на свободе и продолжил бы кампанию, мы все понимаем, что власти бы нарисовали ему максимум 10%. Соответственно, чтобы отстоять свою победу, нужно было бы делать то же самое, что было в 2010-2006 году. То есть мобилизировать население, прежде всего Минска, ну и областей, естественно, чтобы силы репрессивных органов были максимально распылены. Но давайте вспомним, что произошло в 2006 году, когда за две недели, практически за месяц, начались превентивные аресты. Ну, это так, для ремарки. То есть, естественно, власть же не будет дожидаться того момента, наученное и в 2006-м, и в 2010-м, когда какие-то координаторы, лидеры отдельные будут призывать на улицу, будут организовывать площади в регионах и в центре. То есть, репрессий избежать так или иначе не удастся. Это первое. Без массовых протестов, без массовых столкновений, без революций, просто говоря, выборы выиграть в нынешних условиях невозможно. Я не верю в то, что власть отступится, не будет давать приказы на разгон, жесткий разгон демонстрантов, манифестантов. Я участвовал в площади 2006-го и 2010-го года. Я видел глаза и ОМОНа, и солдат внутренних войск. У них некоторые боялись, действительно, там молодые были ребята, но в массе своей, стоя за щитами и с дубинами, они особо не думали, пойдут они вперед или не пойдут. То же самое я видел в Киеве в 2014-м году. То есть нужно понять себе. И нужно чтобы все это понимали, что без реальных революционных усилий смести эту власть не удастся. Второй момент насчет того, что... Ну, это вот мой, скажем так, пессимистический, реалистический взгляд. Тут речь не идет о бойкоте, сложить руки. Я за то, чтобы люди вышли. Я за то, чтобы в Минске на площади завтра или девятого вышло сто тысяч человек. Не важно, что они будут делать, но даже сам факт, что на улице Минска и других областных городов вышли сотни тысяч людей, это уже совершенно иная картинка. Это совершенно в другом направлении пойдет история Беларуси. Останется Лукашенко власть или не останется. Сам факт, что во всей Беларуси вышло на улицы в общей сложности от 100 до 500 тысяч во всей Беларуси, это уже совершенно другой, совершенно другой, другая структура, другое восприятие. Даже если они ничего делать не будут. Сам факт выхода. Но вы вспомните даже на электризованную Москву в 2012 году, да, протесты там на Болотной, когда в 10-14-миллионной Москве на улицу вышло сколько там, 50 тысяч. Даже по сравнению с населением это меньше, чем в 2006-2010 году вышло на площади в Минске. Но это уже другой нюанс. И теперь, что можно сделать после, что можно было бы сделать после выборов. Тут я с вами, Ольга, соглашусь, что можно было бы создавать сеть. Если допустить, что Бабарик остается в политике и остается лидером, если его не сломают, это тоже нужно учитывать. Потому что его не только изолировали, его будут ломать. Для этого был арестован его сын. И его будут шантажировать его сыном. Это нужно учесть. Но если он все испытания пройдет и останется в политике, то естественно, и если власти додумаются до того, что его выпустят, то он сможет даже после выборов остаться вот этим лидером той массы людей, которая разочарована во власти, в Лукашенко. И в любой момент это, конечно же, может сыграть позитивную роль. Если он, конечно, не будет красаться такими фразами, что в Беларуси массовых репрессий нету, что у нас все по закону, что у нас все хорошо. Люди должны понимать, что эта власть беззаконная, что эта власть будет применять силу, они психологически к этому должны быть готовы. И к этому их нужно готовить. И то, что был посыл, и то, что был посыл, как тут говорили, штаба Бабарика по властям не выступать, не делать каких-то организованных акций протеста, на мой взгляд, это ошибка. Потому что не бывает революции без провокаций. И каждая провокация может стать революцией, и каждая революция может быть провокацией. То есть это нужно понимать. Власти всегда будут действовать на опережение, всегда будут провокации. Это независимость от того, хотят люди перемен, не хотят люди перемен, но это факт. Однако, я считаю, что да, если Бабарика остается в политике, он реально может создать движение, какой-либо политический блок, что может действительно изменить также поле политическое. Но опять же, не надо забывать и о том, что власти не будут сидеть сожаривать. Но шанс есть. Ну да, мне кажется, когда вот спасибо, спасибо, Павел, то, что сейчас Павел и Ольга говорили, в принципе, возможно, ответ звучит последние 16 минут, когда идет трансляция в видеообращении Бабарика, мы-то с вами пока еще не видели. Андрей Казакевич в личку мне писал, говорит, можно мне потом кратко вот... Да, у меня вопросы, да, по поводу сетей и движений. А вот, Павел, да, то есть, кто их будет создавать? Ты вот приедешь в Минск, там, будешь организовывать это все? Или вот тот же самый вопрос могу задать Ольге Абрамовой, да, то есть, как вы представляете свое участие в этом, да, то есть, вы будете делать там какие-то спортивные квартиры все эти или как, да, то есть, конкретно, вот до этого, знаете, вот до того, как первые части, да, все сказали, что режим сильный, там, 10% только ресурсы израсходованы, чтобы там, скажем, для репрессии и так далее, ну, это, по-моему, Павел говорил и Андрей Породин, да, вот, а сейчас, говорят, вот мы сейчас, знаете, движение сделаем, да, вот после выборов, ну, ну, как? Андрей, я понял вопрос. Я бы хотел просто напомнить, что если мы об этом говорим, то у нас есть правило чатом хаус рул, мы можем записи установить. ну, в таком случае, если кто собирается делать экспоративные квартиры, может адреса только по чатом хаусу говорить. Андрей, тут такая, тут, знаешь, несколько вопросов, несколько пластов. Что можно сделать с этой энергией после выборов? Вот, вот предложение, можно сделать, там, инициировать создание. сам будешь создавать эти сети в Минске или там в Слоне, может, там, от того, понимаешь, у Бабарика есть люди, насколько я тут слышал. А я не видел там людей, в смысле, там люди, которые пару недель как в этом во всем, ну, там, может быть, месяц, да? Что с ними происходит? Я говорю, с минуту, я все-таки, в целом, вообще, немного изменилось представление и методы, самое главное, методы, вообще политической мобильности, мобилизации, скажем так. Я знаю, что и традиционные, так называемые, ну, то есть, те структуры, которые, вот, мы любим, называя зачем-то традиционными, хотя, они тоже там обновленные все очень, все они пользуются точно так же, как и штаб Бабарика, новыми возможностями мобилизации сетями и в основном именно не физически как-то там присутствуют где-то на каких-то, как Андрей выразился, корпоративных квартирах, а в каких-то домах. Корпоративных. Это же сейчас вся Беларусь пронизана всеми этими вот чатами, родительские чаты, какие-то, ну, на работе чаты, все это вот, служит каким-то средством коммуникации и мобилизации. Поэтому... Ну, вот механизм политического влияния на какой-то, да, то есть, механизм политического действия, ну, какой будет? Ну, хорошо, ну, пронизаны, ну, пишут там чаток все, ну, хорошо, дальше что ли? Ну, это вот и оказывается, понимаешь, как некоторая неожиданная вдруг мобилизация гражданского общества на... Фонтанная, то есть, порядок из хаоса, и он подтверждает порядок. движение новых кандидатов, понимаешь, это именно так и проявляется, то есть, люди поддерживают друг с другом связь, и в какой-то момент их вдруг становится виднее. Андрей, можно я, Андрею, отвечу, потому что немного удивлена твоим, ну, окей, ну, реализм, да, реализм, что, боже, вообще никак, ничего никуда, ну, хорошо... Нет, это у меня скорее для провокации, но просто задал вопрос, что нельзя там демократия, что-то, и проще. Нет, мы же знаем, что без провокации не бывает революции, как-то был, так что, Андрей, спасибо за этот вклад в революцию, вы поняли. Андрей, вопрос еще к тебе. Вот, когда началась пандемия, да, ты лично ожидал всплеск такой компании огромной волонтерской, которая сотрудничает и с бизнесом, и с инегра... Эти, как нас называют, которые за границей? Диаспоры. Диаспоры. Обязательно. Ответ нет, конечно же, не ожидал. Бизнесом, и даже с Минздравом, что значит они пару недель, и что дальше? Ну, у всех бывают первые... Все отлично, но вот тут еще принципиально, да, с кем они там сотрудничали, да, с институтами, опять же, да, то есть есть все равно какие-то вот институты, да, вот и если... Ну, ладно. Мне отвечать или... То есть ты вообще как бы отметаешь это на корню, что это может сейчас... Нет, я непонятно, но просто когда мне говорят, что все вот, значит, вот из хаоса будет порядок, то я спрашиваю, а какой механизм? Я просто за это задал, покажите мне механизм, а не то, что это невозможно. Вообще сразу там, сразу вот, что вот я там за что-то выступаю или пропагандирую. Мне хотелось понять механизм. Например, люди говорят, мы создаем там, скажем, общественную организацию или там партию, или хорошо сеть, ну, понятно, да, как-то там, да. Ну, и какие-то встаются институты. Вот это там непонятно, да. Вот как, не знаю, человек, который занимается исследованием политики, вот если вставляют институты какие-то появляются, то, наверное, можно говорить, что это будет проводить с какими-то политическими изменениями. Если институты не появляются, то ничего не будет. Ну, это моя такая... такое мнение, да. Ну, очень редко бывает так, что просто там стихийный бунт там сносит все, да. Вот. Ну, и то, как правило, там все равно какие-то структуры можно видеть. А здесь я вот не вижу, за что зацепиться, да, потому что проблема-то системы нашей такой в том, что вот нету институтов, да. То есть все, вся деятельность Лукашенко была направлена, чтобы эти институты, причем даже не только оппозиционные, но и провластные, там, партии, общественные объединения, вот, ну, маргинализировать. И как это будет развиваться вот после, там, условно говоря, выборов, ну, мне непонятно. Вот и все равно. Ну, просто институты ведь тоже видоизменяются. Время идет, институты видоизменяются. Там Лукашенко всегда был нацелен на то, чтобы держать под контролем информацию, рынок труда и, собственно, здания, в которых находятся какие-то начальники, которые, предположительно, жмут на какие-то кнопки, управляя общество. Но это устаревшая картина. То есть телевизор сейчас в смартфоне, рынок труда все-таки пока, во всяком случае, сильно мигрирует и за границей, и в частный бизнес. А кабинеты, ну, это просто кабинеты. Можно ли я скажу два слова в этой реплике хотелось сделать? Мне ситуация вот сегодняшняя на пануне выборов напоминает, честно говоря, позднюю перестрой. Огромное недовольство людей. Просто все бунтуют, не все знают против того, недовольство коммунистической системы и коммунизмом, хотят жить как в Европе и так дальше. И, в принципе, и Народный фронт родился именно так. Широкое движение, там белорусский язык это только часть, настроение. И из него, из этого движения родились уже и партии, и лидеры политические и так дальше. Но сначала было такое народное движение. И сейчас, конечно, во время других технологий может это будет иначе, но я думаю, что новая политическая сила, новые лидеры для парламента, для местной власти и новые лидеры общественные родятся как раз из такого движения, если будет целенаправленная работа, возможно, от Бабарыки много зависит. Но не только от него, есть и другие люди. Но на местах тоже уже есть лидеры, которые могли бы чем заниматься? Тут может быть и образовательные программы, и экология, и права человека и так дальше. Когда рождаются такие группы и находят для себя несколько направлений действий, то из них все это из этой пены, из этой волны рождается. Например, в Гомеле тогда была основная тема это экология Чернобыль, и там вот вокруг гражданских инициатив родилось много-много инициатив и политики. То же самое было в других городах. Там у нас на Западе было больше краеведения, история, культура, язык и так дальше из этого родилось. И очень похоже будет, потому что с традиционным партиям будет нелегко набрать новые обороты. Может, часть из них сохранится, но я вижу, что вот это новые люди с огромным энтузиазмом, с недовольством таким капитальным, они не исчезнут, они будут. Но, конечно, элементы самоорганизации очень много зависят от тех лидеров, которые сегодня в результате кампании появились. Если они будут желать остаться в политике и будут иметь такую возможность, целиком репрессированные, то шанс на самоорганизацию всегда есть. Но это большая планомерная работа, это несколько лет, но я уверен, что будет. Будет вторая перестройка. Дай боже, что она быстрее. поздно или поздно, конечно. Позвольте, я покончу еще так же на тот вопрос. Ольга, у вас что-то... Развыключим микрофон сейчас. Сейчас мы Ольгу включим. Так, уже включилась? Да, сейчас слышно. Значит, спасибо. Я бы хотела сказать, что я, например, к этой работе подключусь обязательно. Я многофункциональна и имею достаточно большой опыт за плечами. Кстати, Андрей Казакевич, я не ошибаюсь, вы в моей компании участвовали в 2000 году. Было такое, нет? Да, было такое. Ну да, вчетвером, ребята, помню, помню. Вот я все думала, вы не вы? Таки да. Так вот, вы помните, как все сидели и плакали после первого тура, когда шли тотальные фальсификации, против меня шел сенатор и все говорили, все, мы проиграли. Я говорила, нифига, еще ничего не закончилось. Мы выиграем. Я это говорила всем. И так и получилось. Подробности, как говорится, письмо. Так вот, возвращаясь к вопросу об этой организации, это то, что я дважды пыталась создать, в чем я участвовала и даже была руководителем. Я пришла в 91-м году в белорусскую политику и дважды создавала общественные организации. Третью силу, потому что слишком трудно нам было выжить, слишком вот эти противоречия идеологические, которые искусственно обострялись внутренними интересами тех или иных политических организаций, они просто били по голове. С одной стороны бьет власть, с другой стороны несовпадение позиций по вопросам, которые, как сегодняшняя ситуация показывает, были частными по сравнению с тем, что с нами со всеми произошло. Так вот, вот эти дела надо отбросить, надо учесть этот предыдущий опыт, и пока кто что может, а могут очень многие, а сейчас появился лидер, который реально, понимаете, он уже не номинальный, он становится, не важно, когда там он появится в натуре, я бы так сказала, но его именем реально создавать такую организацию, и придут другие лидеры общественного мнения, это очень важно, люди авторитетные в обществе, они в состоянии, правильно, господин Ременкевич говорит, можно находить многие функции, находить под них людей, и давать участки работы многим категориям заинтересованных, сегодня это реально, давайте подумаем об этом завтра, как говорила Старлетт Ухара. Можно? Спасибо, Ольга, да. Я попытаюсь как-то соединить скептицизм и оптимизм, скептицизм Андрея и оптимизм, Ольги, и еще насчет перестройки хотел бы сказать, ну, вы же понимаете, что перестройка в Советском Союзе началась не с низов, а сверхов, то есть, это инициировано было первыми лицами, гласность, перестройка, потом покатило, и потом, и как только система деконсолидируется, когда она деструктуризируется, она сама разваливается, это правило, и поэтому Лукашенко при собственной жизни на это не пойдет, это надо понимать, он не пойдет на либерализацию или демократизацию, так как в течение года его власть будет смятена, даже то, что мы имеем сегодня, это результат вот этой вот долгой оттепели, которая началась с 2014 года, долгая затяжная оттепель с элементами белорусизации и так далее, и эффект мы имеем сейчас именно с появлением вот этого движения, но возвращаясь к скептицизму и оптимизму институциональному, то есть, я полностью согласен с Андреем в плане того, что консолидированный авторитарный режим, который является белорусский режим, несмотря на то, что он там в центре Европы, это не имеет значения, он не позволит расширять пространство для независимых институтов, это понятно, это нужно понимать, то есть, будут немедленно задействованы институты репрессии по подрыву, уничтожению партий, организации, движения и так далее, это тоже нужно понимать, то, что произошло с нашей традиционной оппозицией в течение этих лет, но нужно понимать, что такого подъема политического со стороны белорусского общества, можно даже сказать, значительной части, не было в истории, именно политического подъема, то есть, кризис политических партий именно состоял в том, что они оторвались и не имели широкой социальной поддержки, и это привело к депопулизации, перехода с публичной сферы в сферу такую закрытую и к кризису, в результате которого, как мы знаем, Праймерис показал уровень доверия к оппозиции, но еще раз подчеркну, появление новых лидеров создали невиданный вот этот вот толчок для активности политической населения, это очень важно, я думаю, что здесь может быть такой процесс, который имел в какой-то степени, сравнивать, безусловно, на 100% нельзя, в Польше в конце 70-х, в начале 80-х годов, а именно создание движения солидарности, которое тоже было на основе профсоюзов и церкви, то есть, опять же, институты, это не было спонтанно какая-то... Но она создавалась, это уже потом, это уже, когда первоначально это было движение солидарности в рамках, конечно же, рабочих, рабочих по морю и так далее. Ну и... Действительно, не будем выходить в споры о подробности о создании солидарности в большей части 50-х, то мы совсем не будем. Я думаю, что аналогия в чем-то есть, то есть, ну там уже аналогия, я говорю, об атмосфере и готовности людей к этой активности. Я тут согласен, если не будет этой готовности включиться в политику, именно вот структурную политику, на местах лидеры могут появиться, это не обязательно будешь ты или я, если есть какая-то сеть и в регионах там, те, кто создавал инициативные там группы и так далее, если они попытаются это каким-то образом структурировать, не обязательно это легализировать или там регистрировать в Министерстве и юстиции, но сохранить этот вот дух движения и протест, то это может получиться, но безусловно нельзя исключать, что будут репрессии, о чем я и говорил, то есть, создавая, люди должны понимать и осознавать, на что они готовы пойти, то есть, нельзя говорить о том, что это будет парад, что это будут праздники, фейерверки, карнавал, это будет тяжелая и довольно-таки брутальная работа с провокациями, с нападением, с дозами и так далее. И если те, кто сегодня и сейчас в лагере Бабарико функционирует, там, на каком, не знаю, уровне положения, если они это осознают и будут дальше активизироваться и работать, а не ждать окончания выборов, потому что на самом деле мы все понимаем, что все было заточено под выборы, то есть, стратегию после выборов, стратегию в день выборов никто не разрабатывал и все это возникало поступательно. Но если люди осознают, еще раз подчеркну, желание, готовность к этому движению, внутреннюю потребность, то я думаю, что можно, по крайней мере, на первоначальном этапе что-то создать такое наподобие солидарности. Ну, говоря как раз в продолжении слов Пабло, уже появилась текстовая версия по видеообращению Бабарико, и, в общем, все сводится к тому, чтобы объявить новую инициативу и собирать необходимые 450 тысяч подписей для того, чтобы инициировать общий республиканский рефрендум по изменению Конституции и возвращению к образцу 1994 года. Я, конечно, боюсь, что сейчас мы можем подробно углубиться в обсуждение еще и этих деталей новых. Я бы хотел ответить на вопрос. У меня там два вопроса ко мне, то я хотел бы, может, ответить, если можно. Давай. Можно? Ну, давай, можно так. Там Сергей Чаллый дал там мою цитату по поводу коридора. Я только не совсем понял, то есть, это как вопрос или это какое-то... Андрей, давай, может, зачитаю, потому что будет видео и я просто зачитаю цитату. Андрей Казакевич обозначил модель коридора, который белорусские власти сформировали в отношениях с Западом за последние годы нормализации. Этот коридор в издержании от применения насилия и репрессии массового характера. По мнению политолога, государство будет придерживаться этого коридора, а брутально выходить за его границы только в случае непосредственной угрозы власти. Такое прозрение, что чуть ли не я эту цитату Андрея Фиксирова. Ну, я так не понимаю. Ну, да, ну, в принципе, мне кажется, так и произошло, да, то есть то, что произошло в мае и в начале июня было воспринято как непосредственная угроза власти. Да, ну, конечно, рационально, наверное, даже и в таком случае можно было бы избежать насилия массовых репрессий, но то, что, скажем, власть восприняла вот эти события вот последних месяцев в качестве реальной себе угрозы, ну, мне кажется, просто фактов слишком много. То есть, да, это же было связано не только там с репрессиями, но и с перестановками в правительстве и с определенными высказываниями президента, да, то есть, что вот есть реальная угроза, да, вот поэтому, поэтому, в принципе, ну, наверное, так и есть. Потом второй вопрос был про то, что YouTube-каналы и Telegram-каналы как институт, но все-таки Telegram-каналы и YouTube это канал коммуникации. вопрос, кто его ведет, кто организует, кто ставит задачи политические, если мы говорим политические, какие-то деятельности, да, не может быть так, что, скажем, вот задачи в национальном масштабе ставят там 100 человек или 50. То есть, так или иначе, должны быть какие-то процедуры принятия решений, формулирования каких-то идей, потом планирование действий и прочее. поэтому самому по себе наличие YouTube-каналов там, Telegram-каналов в этом отношении не решает. Ну, с моей точки зрения. Да, это интересно. Это при том, что YouTube-каналы на предыдущих парламентских выборах выставили двух кандидатов и на этих президентских тоже двух. Что значит выставили? Выставили кандидатов? так вот прямо выставили, да? Вот, может, вот так вот, как своих представителей. Ну, и что? Ну, ничего, то есть, совсем ничего, по-моему. Ну, я все равно о чем говорю, да, что все равно должен быть какой-то политик, да? То есть, которого... Политик же это не кем-то назначенное лицо, он именно как, ну, как функция поддержки существует. Ну, да, Сергей Тихановский, он политик или не политик? И, наверное, может быть, мы можем сказать, что, возможно, критерием не политик, а, наверное, для тех, кто там походил... Ну, хорошо, так я же говорю, то есть, это как канал коммуникации, понятно, да, что он может привести к созданию институтов, то есть, тогда будет какая-то устойчивая связь между этими людьми, они будут объединены общим политическим действием, там, да, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, страна для жизни, это уже, кажется, не канал, мне кажется, для коммуникации, это уже скорее... Да, это выросло в какое-то движение, ну, конечно, как канал YouTube можно использовать, да, но все равно это должно приходить в реал какого-то вот такого обычного движения, где-то как-то принимаются решения, потому что все-таки, даже если мы говорим про Тихановского, все-таки это такое краткосрочное существовало, да? Подожди, это не краткосрочное, смотри, на парламентских выборах люди, которые уже год до этого ходили в Бресте кормить голубей, все YouTube-блогеры, то есть, четыре человека на все четыре округа Бреста выставили свои кандидатуры, но пока они там ходили по Бресту, они связались с другими политическими YouTube-блогерами, у них сообщество, и они выдвинулись в Минске, Масловского, и вот этого вот Гансевича, который сейчас, пока мы о нем не даже и не вспомнили, но он все еще претендент. хорошо, но я не знаю, как это противоречит, потому что я говорю. достаточно активно мы увидели результаты на всех площадях страны. Скажем так, я очень скептический, я не знаю конкретно этих кейсов, кроме Тихановского, но я немножко прокомментировал. как они работали, сколько там было людей, что в итоге сделали, как принимались решения, потому что мне все-таки политика, понимаете, это в многом, как принимаются решения, как решаются споры, как еще там что-то делается, все равно это люди, да, то есть, ну, как бы, YouTube-канал, это будет мобильный телефон или реальная встреча, устава невозможно решить споры, но это как-то странно. Ну, понимаете, вот если мы посмотрим везде, да, где существуют какие-то структуры достаточно долго, да, все равно какие-то правила вырабатываются, ну, может быть, не писан устав, может быть, там какие-то, там, ну, и так далее. Ну, ладно, это просто, потому что уйдем в какой-то скорейкий спор. Я, честно говоря, считаю, что это просто, ну, вообще современная политика все больше двигается в сторону не иерархических, каких-то сетевых структур, и это проявляется не только в нашей стране, а в общем везде по периметру и там институты могут быть и не иерархические, да, то есть институты могут быть не иерархические, а то есть сетевыми, но все равно это институты, все равно с какими-то правилами, с каким-то иерархиями, так или иначе, и процедурами по выработке решения, да, мне кажется, какие-то есть, вот так они и выработали решение, что Серега, ты наиболее убедительный и девки сиделы. Ну посмотрим, когда они победят на выборах каких-нибудь парламентских, вот тогда, да, может быть. Пока никто на выборах парламентских не победил, я считаю, что и президентских не победил. Я имею в виду, чтобы большинство взять в парламенте. Ну, я понимаю, ладно, то может быть. Ну, хорошо, давайте тогда, учитывая, что дискуссия уже идет 2.40, и, к сожалению, у нас нет обычных стоящих рядом бокалов вина, которые хоть несколько людей, так сказать, мотивируют и идти к неформальному обсуждению, может быть спросить, есть ли у наших спикеров желание еще сказать какие-то слова напоследок, возможно, у кого-то? Если есть, тогда, пожалуйста, объявитесь, или если нет, тогда мы будем постепенно заканчивать. Ну, я напоследок хочу все-таки сказать, что я считаю, что и не совсем довольна тем, что обсуждение пошло сразу на события после 9-го, к счастью, у нас предстоит, не помню, 15-го, да, или даже 8-го, 8-го, 8-го обсуждения, хотелось бы, конечно, ну, вернулся все-таки к тому, что еще не закончилось, и факт, что закончится именно таким образом, что мы будем думать, а как мы используем остатки разгромленной. Ну, да, я надеюсь, на трех экспертоаналитических клубах, которые еще по плану должны пройти до выборов, мы будем говорить в том числе о том, что будет происходить в процессе. Тем более, что мы сегодня остались еще необсужденными и по поводу реакции России, и по поводу реакции бизнеса, но, как всегда, как ни странно, но времени не хватило. Было бы на что, знаешь ли, эту реакцию вырабатывать, надо посмотреть все-таки, как будет развиваться эта компания, и очень мне интересно оказалось мнение Андрея Вардамасского, вместо которого сейчас в чернике какой-то значок, что эта поддержка, это воодушевление очень мобильное, я, собственно, и сама это подозреваю, глядя на то, как Тихановского оно метнулось к папарика, и я думаю, что Цепкало, даже если не будет выходить из дому, вокруг будут дежурить люди, то есть, чтобы его толкать на победу. К тому же Цепкало, как мы видели, вчера еще как бы выходил из дому. Да. Ладно, всем огромное спасибо, как всегда, сделаем видеозапись, опубликуем, сделаем стенограмму, опубликуем, все разошлем. Спасибо. Спасибо, все будет, да, и тогда напоминаем, что действительно у нас еще предварительно 8 июля мы предварительно да, 8 июля мы еще увидимся, вот, но еще будут все анонсы, как всегда, в наших страницах в Фейсбуке и, конечно, в нашей почтовой рассылке. Кстати, если кто-то вдруг из наших всех тут последнее время постоянно подключается, но раньше не был на офлайн-мороприятиях, поэтому не включаем в рассылку, вы, в принципе, тоже, я думаю, напишите Антону, вы знаете, что вы же постоянно поставите приглашение. Хорошо, еще раз спасибо. Я ревизирую вообще список в последний день. Ну, да, потому что с учетом того, когда мы перешли в Zoom, это некоторое количество людей, которые раньше по географическому признаку не могли участвовать, до свидания, а сейчас вполне регулярно появляются. Спасибо еще раз всем за участие, спасибо за вопросы. Всем спасибо. Спасибо за приглашение и очень интересная дискуссия. Спасибо большое. К сожалению, вынужден был отойти. Концовку, вторую часть не слышал. Было еще там много моментов по рейтингам, ну, в следующий раз. И в частности, по опубликованным рейтингам, там надо было существенно прокомментировать относительно разницы уровня, значит, рейтинга доверия и электорального рейтинга. И второе, это эффект социальной желательности, цифры другие, на самом деле. Да, всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания всем. До свидания.